Всем привет, друзья! Меня зовут Антон Власов и Юлия Онежко. Всем привет! Сразу перед началом выпуска мы хотим поздравить нашего именинника, у которого был на днях день рождения. Его зовут Пётр Корнеев. Все мы его знаем. Мы хотели подарить торт из клофелина, но мы поняли, что клофелина это жидкость быстро испаряющаяся. И торт из неё не испечешь, но зато выспались хорошо. Да, поэтому пропитали тряпку и положили её в контейнер для еды. В конверт и отправили в Петру. Петя, привет! Петя нас смотрит. Да, Пётр, прости нас, пожалуйста, но мы не можем остановиться. Вполне возможно, что у нас тут везде камеры уже в туалетах, в унитазах. Поэтому в следующий раз, когда пойдешь в унитаз... Ну тогда что мы распинаемся? Будь чуть-чуть более таким, знаешь, харизматичным. Типа садишься и такой, сейчас кто-то посмотри. Знаешь, больше скулу напрягать, чтобы даже... Шуточки вот это всё? Нет, шутки не надо, зачем? Это не возбуждает. А, это собьёт, да, скулы. Он такой, ну что ты делаешь? Полностью занялась. Мы сегодня смотрим 24 выпуск, потому что очень много людей писал, чтобы это посмотреть. Да, да, поэтому, друзья, смотрим. Выпуск называется «Спектакль окончен». Я начинаю думать, что автосервис это и есть Пётр. Вооот оно что! Я вот сейчас это... Меня прям осенило Пётр. меняет телефоны. Типа у тебя есть вот автосервис там 8 800 333 там 3333. Он такой... И свой номер пишет. И тебе пишут «Приезжайте в автосервис». Только мы переехали. Естественно у Петра есть своя, собственно, АТС. Бля! Бля! Мы переехали в лес! Там машина будет стоять чёрная, затонированная. Да, она будет гореть у него фаром. Вот. Ну вы подходите, чтобы я вас видел получше. Прям вот на свет дальнего фара. Я ещё придумал. Прикинь, Петя устроится, короче. Не устроится гаишником. Он купит, короче, костюм как у гаишника. Он будет останавливать людей и такой «Нюхните тряпочку». И там такой «Дохните в трубочку». Не-не-не, нюхните тряпочку. «Обмя!» И он такой «Ох! Безума!» И тот засыпает И Петя такой «Ох!» И тоже потешит. Просто такой «Височек». Ему просто нравится, да. А что там такого? Он кого-то убил. Он проснёт и на 2 минуты раньше, потому что запах вышел наполовину, когда другой вдохнул. И за эти 2 минуты он сделает А чтобы тот чел не проснулся, он прямо на лицо тряпку кладет, он дышит все это время. Это просто до бесконечности. Мне кто-то написал в комментах, это прям лор, и люди сами стали придумывать различные шоу. А знаешь, в каждом шоу, когда ты с кем-то смотришь, если тебя никто не останавливает, то лор появляется. У нас появился лор по делам несовершеннолетних с Розумовским и всем этим. Да, это прям очень весело. Свою, свой сюжет из Типа. Слушай, я прям даже никогда не ожидал, что вот настолько есть колоритный персонаж. Вот прям, ты понимаешь, вот он раскрывается в каждой серии. Ну вот, какое надо быть, прямо мастерство, что ли, что вот прям вот, не говоря ни слова, сыграть такого человека. Девчонки, ну что, кто у нас сегодня? Так, у нас Глеб, 47 лет, его жена Юля. А там в конце написан Пётр, ну то есть как бы себя написывают везде, ручка, нет, Пётр, ты сегодня не ближе. А что, 47 лет, это обязательно состоятельный должен быть, чтобы его любить? Я подозреваю, что и в 47 лет можно быть совершенно несостоятельным. А как вообще, что такое состоятельный? Только ли это деньги? Ну типа, ты пузатый такой, такой серьёзный весь, с часами за 3 миллиона долларов, такой... Это стереотипы у тебя. Такой мужик, который несостоятельный, он больше всех тёлок переебал. Знаешь почему? Потому что он к ним подходит и говорит, вот вы думаете, что возраст, да, всё решает? Но ведь возраст, это года не прожитые, а пережитые. И такой, блядь, опять он подошёл к нам. А я вот не скажу. Пусть будет интрига. Нихерасия взрама. Ай, ну как? Юля, добрый день. Меня зовут Татьяна, это Ирина. Здравствуйте. Здравствуйте. Юль, вы сказали, что подозреваете своего мужа в измене. Расскажите, пожалуйста, подробнее, чем это обосновано? Да, мне кажется, что он себе завёл... Какая-то она подрастрёпана, слегка ты не заметила? Она похожа на вампиршу. Дааа, у неё прямо вот... Она как... Она вампир. Не-не, она это, как её, Эльвира. Поверительница теней. Ей нужно вот так вот сорвать. Это всё маска, там клыки и прочие вещи. И выбрала такое ещё место готическое, да, слегка? Вот она любит такое. Принесите ей ложку серебряную, посмотрим, что будет. Да, она супец так возьмёт. Она ест, у неё рука дрожит и щепит. А они такие, съешь. Я не вампир. Пьётр оказался ванхелсингом. О, это круто. Да, и он такой, типа, я так и знал. Я всё это устроил из-за того, чтобы эту суку баймать. У него это, шипострел или как там называется? Серебряными стрелами. Да, да, да. Какую-нибудь молоденькую турочку. Молоденькую? Юля, если я не ошибаюсь, у вас... Если не ошибаюсь, вы сама не взрослая. Сколько вам взят? Она такая, четыре. А они такие, вау. О, как так получилось. Много пластических аппаратов. Очень много. И такие, вау. Уизер говорит такой, у вас паспорта нет, да? Я могу посмотреть что-то? Какой-то документ, справка о рождении. В садик ходит такая. Я просто в сад не ходил. Не ходил в садик? У меня был детский сад PlayStation дома. У-у-у-у. Да, блядь! Вот поэтому такой дурной. 20 лет почти. Или вы уже... А ты немного потерялась. Да? Помнишь только последний год? Я вот только в прошлом году узнал, что женщина без хуя. А так нет! Я еще не потерял. Рисовать умею, блядь. Руки не отказывают. Ты это в садике узнал сразу? А ты это узнал? Нет, не в садике. Ну что, если ты такой? Ну, я должен узнать. И ты идешь не в стриптиз клуб, а именно в садик. В сад, да. И видно, типа, забор, детская тень. Не видно ребенка, видно только Антона. И он тут... Я такой, да? Вот. Я кто? И дети подходят, такие, ну, не знаю даже. Похож на мальчика. Распитательница! Жесть! Недавно он мне заявил, что я уже не такая молодая, как была пять лет назад. Юль! А есть у вас фотография его? Да. Это, знаешь, ты не будешь моложе, чем сегодня вечером. Ну, то есть, как бы, это философская хуйка. Звучит грустно. Ну, нет, если ты хочешь повеселиться как следует какой-нибудь центральной стороне. Это да, не грустно. Тогда это весело. Ну, вы знаете, я никогда бы не... Секс-машина из этого самого заката и рассвета. Это обратил внимание? Нет, он выглядит как просто мужик. Просто мужик. У него имя, возможно, мужик. Они такие, да, все листают такие... Такая, а, это он и есть, да. Они такие... Мужик Иванов. Мон. А зовут как? Мужик. Мужик. И в паспорте так написано. Он такие, ну, неудивительно, что он вам изменяет? Отчество типичное. Он прекрасно выглядит. Да, он занимается спортом и подводной охотой даже занимается. Молодец. Он как-то сосиски поедает насквозь, да. Знаешь, они обычно все выблевывают, чтобы не нагружать желудочно-кишечный тракт, а он просто съедает и такой, вы заняли третье место, он такой... Ему таз подставляют. Че, пойдем блевать? В смысле? Чего? Зачем? В правилах не указано, что разве тот, кто выиграл, он не должен? Он не должен их выблевать. То есть, наоборот, он должен их оставить в себе. Они все выблевывают, он тазик себе заберет. Он каждый раз сидит в пивной. Через трубочку. Пьет, а теперь журные. Не-не, там сидит телка такая, просто, знаешь, там потягивает свой какой-нибудь там виски с водой. И он садится рядом такой, типа, какой сегодня длинный день. И я и победил. Он такой, чего, чего? Он такой, ну да, можно и так сказать. Юль, ну а почему вы решили, что у него молодая любовница появилась? Понимаете, он однажды мне уже изменил. А как это произошло? Он уехал в командировку в Будапешт. В Будапешт уехал. А Будапешт это что? Это прямо рассадник порноиндустрии. Да? Я помню, смотрел то ли видос, то ли читал где-то. Телка такая, довольно симпатичная. Ей показывают фотографии разных городов. Она такая, это не знаю, это не знаю. Это не знаю. Такая, о, Будапешт. Короче, туда приезжают прям сниматься в порно. Вот, по-моему, Пьер Вудман там на этих всех диванчиках. Это всё откуда. И, представляешь, чел уехал в командировку в Будапешт. А может он порнушник? Поэтому называется спектакль окончен. Он снимает порно, наверное. Слушает. Бля, если мы разгадали так рано, на третьей минуте, то это прямо, нам туда точно надо. Я хочу сидеть прямо в этом минивене теперь. Будапешт я бы хотел просто посидеть, как Уолт. Не участвует. Да, ну не участвует. Знаете, я как турист. Давай посмотреть просто. И просто брызги летят. И такой зонтик. Ой, как здорово! И такие, ой! А там время от времени. Маска, кровь, сперма, всё летит. И там постоянно тебя толкает этот оператор. Эти дождевики дают. Да-да, сидишь такой, как на катере едешь, всё брызгает. Вы приехали туда? Да, он мне изменил. Ну, в принципе, там ничего серьёзного, но тем не менее. Ааа, и вы тогда его простили, получается? Нет, я от него тогда ушла. Ничего серьёзного, так там. Ну, я не понимаю, просто её мотивацию. То есть, она пришла в программу, где ловит изменников, она сама говорит, ну, он мне там изменил, поймал. Ну, вообще, да, если он тебе изменил, и у тебя есть подозрение, что он изменил тебе ещё раз, то, скорее всего, он просто изменил ещё раз. Тут не нужно разгадывать. Вот мне батя говорил, если тебе что-то кажется, так оно и есть. Да-да-да-да. Я не понимаю, что у тебя и похудрика. Да-да-да. Она, наверное, хочет, чтобы отсудить больше. А-а-а, ну, слушай, ну, мы опять же возвращаемся к тому, что... А, состоятельный, да? Он очень состоятельный. Я понял, ну, точно, блядь. В Будапешт ездит на командировку, я думаю. Где же он работает? Люди в командировку ездят на север. Я в Мурманск ездил, вот, командировку, блядь. Мурманск и Будапешт. Да, там не изменишь Мурманск. Там, по секрету, скажу, даже не стоит. Не знаю, не знаю, что такое. Ты вернулся ещё неделю, не стоял, не понял. Мне, походу, подсыпало, а я что-то, чтоб я... А я думал, климат, что ли? Кто из Мурманска? Очень тяжело. Да, насколько тяжело там жить? Я был там две недели, мне хватило. О, как? Так вот, блядь. Наша жизнь. Да. Но город красивый. Красивый? Да, очень. Там есть огромная статуя Алёша, она прям расп... Ну, это ладно. Классный город. Он два месяца меня добивался, и как раз тогда мне сделал предложение. То есть, вы ещё не были женаты, когда она нас меняла. Юль, вы извините за вопрос, но Глеб вообще как к женщинам? А, нет, нет, он не бабник. Но ему нравится, конечно... Я думал, вопрос был, типа, ну как... Он такой, а, нет, он гей. А то у нас сидит один, он... Да-да-да, он как бы это... Ему так скучно, нам его так жалко, он 24 выпуска... Как бы это сказать? Я просто придумаю посмешнее. Не, не надо, тут как бы не смешно всё равно. Как бы, как... Что может быть смешного, если у человека уже бордовые яйца... Бордовые... И он уже... Он на них сидит, блядь! Он сиденье из машины выкинул... Они сквозь клетку, как... Ахахахаха Как это... Вяжанка, блядь! Блядь... Да, и сиденье убирается, чтобы он мог сесть. Ты слышал эту историю? Один чел... У него дырка, наверное, чтоб вы едут. А они едут culpa Кочка такая Бум И он останавливается, и пять минут плачет, упершись в руна Да просто тормозит Потом музык интерфейское умение !..Прям не с надрывом Может именно таблетку какую она такую Не поможет Сам, сам Просто иглу Блин, немножко кровью сливаем и полегче становится Фу, блядь! Ты что такой фисяш? Кровопускание немножко стравительно Блядь, поэтому у меня реклама в ненавидном ролике Черт, мне постоянно вот почему мне вешают Ёбры из желтый доллар Хотя ты знаешь, а что я теряю? Я хочу пошутить смешно И вот девушки, ну чтобы флиртовать со всеми подряд это точно нет И вообще он у меня такой Спокойный Вот как раз про таких говорят жить как за каменной стеной Вот мы и живём В каменном дворце Ой, что это? Птица в золотой поверхности Мы живём в квартире Да, сразу хвастаться, блядь, вот пожалуйста, тоже мне Всё не её! Мне так бесит, что он такой богатый Такой вообще как, блин, как за каменной стеной за ним Вообще я не люблю стены, а люблю свободно порхать как птицы Понимаете, я хочу всего добиться сама Но чтобы деньги были, ну вот от него Да, и она сидит естественно Всё это время дома А потом вечером помпа ему хует Да, чтобы его вакуум увеличил и он хоть как-то встал И она хочет, чтобы его до конца взорвать Полтора часа Не, она сначала делает нормально, чтобы 10 лет она вот это всё делала, чтобы он как бы привык к этому А потом в один момент она берёт Какую-то помпу прямо Огромную Огромную С обретающим влагом И берёт и он такой Вау! И прям один качок И всё! Он сухой! Ха-ха-ха! Он такой стой-стой Она дальше качает Она такая всё Каменная стена, блядь Деньги хочет отжать у него Вот сука! Скажите, о чём Глеб занимается? У него свой бизнес IT технологии Серьёзная компания Вы? Вы работаете? Нет Делает эти, как их Флешки с Масяней Ха-ха-ха! Ничестно! Очень серьёзно, очень серьёзно Делает эти, там, Обики, блядь Нитли А, ты флешки Я думал, типа старые флешки, которые на 2 Гб С распечатанных А, да, на них картинки мастяне, типа, имеют. Они, не, они их находят вообще на этих, на помойках и красят, и потом форматируют и продают. Вот такая у них контора. Я не работаю, но сам Глеб сказал, что у меня работа так себе, и нет смысла выходить за копейки, и что я занималась дома. Он даже переживает, когда я выхожу куда-либо с подругами, и вообще думал, у нас будет малыш. Ну, какая нормальная семья без детей? Но нет, он мне говорит, что уже скоро внуки пойдут. Зачем ему дети? Давай поживем для себя. В смысле, у меня нет детей, он говорит, так как сейчас внуки пойдут. Что ты, что чувак? У него есть, видимо, бывшая жена. Ну, либо так, либо он уже усыновил кого-то. Ее. Ее? Слушай. Петра. Петра. Я его сын. Теперь это все мое. Бище. У него уже взрослые свои дети. А, то есть он был жена, да? Детей от первого брака. Да. Понятно. А у вас детей нет? Нет. Юль, может быть, еще какие-то есть конкретные у вас факты? Понимаете, пока все, что вы сказали, указывает только на его отношение к вам, но никак не указывает на то, что у него кто-то появился. Есть. Да. Недавно я нашла в его телефоне фотографии. И эти фотографии были явно сделаны девушкой. Понимаете, он у меня каждый раз ездит в разные командировки у разные страны. Я не смогу это проконтролировать. Юль, а вы его спросили про эти фотографии? Конечно. Он мне сказал, что эти фотографии сделала... Он сказал, что еще раз откроешь мой телефон, и я тебя выгляжу нахуй. У него постоянные командировки в Будапешт, Амстердам, Сан-Франциско, Лос-Анджелес. В Мурманск? Не, ни одной не было. Ни одной. А вот в такие вот города были, очень много было. В Гагне. Она такая, похоже, что эту фотографию сделала женщина. И там прям крупным пизда сфотографирована. Вот так вот. Да, да. Сэлфи. Интересно, кто бы это мог быть? Или, знаешь, нет, там не сэлфи, там он сфоткан, но на четвереньках у него руки вот так вот сфотканы. Да, да, он как собака. И ноги, он как собака. Да, и у него хвост из задницы торчит. И у него в латексе отражаются тело. И он такая, это точно сфотографируется? У меня есть подозрение. Он такая, типа, нет же, я же сделал сэлфи. Так у тебя руки примотаны к локтям. Он такой говорит, ну правильно. И сидит, смотрит дальше. Он такая. А вы просто на похорю. Да. Да. Ну я, это сэлфи. Да, сэлфи палка из задницы торчит. О, сэлфи палка из задницы звучит как гениальная идея или очень плохая. Ставь лайк, если бы купил такую. Жена его другой и просто положила на плечо руку. Автография была такого формата, что... Пётр сразу раскидал. Так, рука на плечо. Нет, он просто... А! Рука затекла, он её разминает. Блядь, онемело. Перестарался. Он такой, да, сам случайно себя уколол вечно. Нет, он за клетку тянул, и у него пальцы от того, что от долгого напряжения, ни у него, ни мели, он пытается немножко раз это, чтобы вести сможет. Мне кажется, у него есть ванна дома со шприцами, он просто там искал нужный, и он там такой, блядь, так держал, как в пиле, весь сука обкололся. А ну, смотрите, сюда, магний, витамин Б. Он просто во все игры, во все мышцы, и потом он как Мистерио становится очень, блядь, таким непонятным, вроде он и есть, вроде его и нет, то он как супергерой, а может он супергерой, кстати? Суперзлодей. Суперзлодей. Мне кажется, у него был бы реально особняк огромный, где вот, может быть, он подражает Бэтмену какому-нибудь, у него же тоже много всяких, он обычный человек, этого отрицать никто не будет, он же без суперсилы, но у него в... Он гениален? Гениален, и много откуда денег, он какой-то масон, что ли, на камеру. Очень много всякой техники. Он стоит с девушкой, и девушка его обнимает. Но девушку не видно? Девушку не видно, да. Он мне, конечно же, сказал, я что, дурак, храните компромат у себя в телефоне. Ну что ж, законно. Помогите мне, пожалуйста. Я его люблю. Ну, буквально полгода назад все было хорошо, все было в порядке, а сейчас я чувствую, он стал другой, он охладел, он изменил отношения ко мне. Юль, мы, конечно, вам поможем и возьмемся за ваше дело. Для этого нам надо будет установить наблюдение за Глебом. Так Глеба уже сколько? 47. Да, чего от него хотите? Глеб устает, она думает, это типа, ой, у него отношение изменилось, а у него просто 47, вот эта точка, и все, у него все вниз пошло. У него кровь, как куриный бульон на грудке. Типа там, у него вообще нихуя нету, он ходит еле-еле. Он как хеллбоя. А вы знаешь, почему там с женщиной стоял? Потому что он упал, он чуть не упал, она его подержала, да идите меня до отеля, пожалуйста. И он такой, господи, да что с вами, да мы, и он реально ее отвел? Нет, ему плохо. Да, мы ему помогли, у него все там, онемен, малокровие, у него все, не стоит ничего, помпой приходится работать постоянно, а он все, и он уже очень старый, у него сил не осталось. Я говорю, он как майор Кронин, блядь, знаешь, из хеллбоя, он быстрее принесите себя на кровать положили, он такой вот здесь вот этот, заведите меня, как часы, блядь. Помнишь такое у него, у него вместо крови был уже песок. Вот это такое, да. Вот он. И он себе, кстати, отрезал губы и все, отрезал, чтобы не мешало. Да блин, лишнее было. Странная причина, ну вы мать. Он такая, мешают ли они мне? Слушай, а зачем они нужны, это, и веки, и все. А ведь так оно и было, а он такой и был. Нам необходимо повесить камеры в вашей квартире. Так, ну я, в принципе, постоянно дома. Слушайте, а давайте я скажу, что я поеду к маме, а сама поживу у подруги недельку. По-моему, отличная идея. А Глеб ничего не заподозрит, не покажется? Это на самом деле нет. Он уже давно знает, что я собираюсь к маме. Ему уже давно похуй. Такое очевидно, блядь, что он даже не будет ничего заподозривать. Он даже не видит меня. Он, да, он приходит, я говорю, типа, будешь я? А он такой, бля! А, это ты. Ёб твою мать! Чё это? А почему? И в миску, и хорм насыпает. Да-да, иди себе питье. Она как кот, щелкает. У чувака маразм, он, прикинь, каждый день ее забывает и думает, что это животное. Каждый раз знакомится, да. Она вот пока слова не скажет, он до сих пор думает, что это шпиц какой-то. Хорошо, отлично. Тогда так и сделаем. Когда мы можем приехать к вам установить камеры? Ой, вы уже... Вот они такие хитрые, типа, когда мы сможем приехать к вам установить камеры. Она такая, ой, придут две молодые, хорошие девушки, установят камеры. А приходит пять и такой... Ахахаха! Дрожащими руками приклеивает камеры. Ему, да, естественно, все настраивает, смотрит, выбирает определенный ракурс, который ему нужен и начинает... Опять ты накладывает там. Да, этот, винетку, блядь, чтобы красиво было. Фильтр, какой же фильтр? Может быть Лондон? А лучше Майами, он посветлее, все видно будет. Конечно, мы можем прям сегодня. Так, давайте после трех. Отлично, значит, сегодня после трех мы у вас. Присылайте нам адрес на тот номер телефона, с которым мы звонили. И Юль, я думаю, что если у Глеба кто-то есть, то недели нам точно хватит, чтобы это выяснить. Что-то мне кажется, что эта тёлка сама рылится у неё в пушку. Вот ты не заметил? Что-то у неё вот не так с поведением. Вот точно, что-то не то. Она какая-то растерянная, какая-то она вот... Что-то вот скрывает как будто бы. Может быть. Она не прикинь на эту неделю. Любовница ему говорит, слушай, у меня критические дни. Он такой, о, всё. Он такой, блин. Ты знаешь меня, я женщину ни во что не ставлю. Поэтому увидимся только через неделю. Он такой, вот у мужиков нет никогда критических дней. Да пошла ты. Она такая, ну можно я буду тебе хотя бы писать? Он отнимает у неё телефон и об колено разламывает. Говорит, если хоть какая-то весточка от тебя будет, я тебе так же хребет сломаю, как этот телефон. И всю эту неделю вообще никак с ней не контактируют. И они такие, слушайте, замечательный мужчина. Никаких подозрений вообще не было. Ни смски, ни звонка. И только один Пётр понял всё. Но не сказал. Дааа. Потому что он... Пётр хочет, чтобы его сломали как телефон. Да, он прям сломал. Губы искусал все. Прямо, так вот. Согнули бы меня как... Не буду говорить кого. Ха-ха-ха. Как подкул. Ха-ха. Ха-ха. На удачу. И повесили бы его над входом на крюк. Ха-ха. Да, жалко её. С работы ушла, детей нет. Сидит дома как затворница. Да, с Юлиных слов, Глеб какой-то просто тиран. Слушайте, она сама знала на что идёт. Вот он и вылепил её под себя. Хотела бы детей родить, просто родила бы и всё. А мне нравится логика Петра. Да, она вообще структурная такая. Хотел бы, ты сделал бы. А ещё не хочешь, значит. Получается, Пётр вообще хозяин всей своей жизни. Пётр такой, чё там, дети в Африке жрать нечего. Блять, хотели бы, нашли бы. Да, и пешок бы съели. И потом новости, кризис решён. Да, Пётр всё решил, дайте ему это. В Америке дети сыты, Нобелевскую премию мира. Чистая вода в Индии, вау. Он, ну, он просто, понимаешь, он знает, как решить вопрос любой. НО! Мне кажется, он знает, как снять клетку. Он просто не хочет её снять. Он не хочет, чтобы все знали, что он превосходит их всех по интеллекту, по всяким скиллам. Он просто ждёт. Чего-то ждёт. Он как бог, который создал мир и спустился в виде человека. Ну, это уж чтобы мы спустились. Слишком, блять. Клофелийщик. Чего? Какой тебе блять? Чё ты думаешь, Геракл ходил и всех так вот... Зену, вот я бы Зену бы. А ты думаешь, как Геракл всех победил? Клофелином всех? Клофелином всех. На льва бросил. На минотавры. На символейских птиц. Слушай, а Геракл-то и в женщину переодевался, помнишь этот миф? Его часто на картинах перерисовывают. А чё-то я не помню такого мифа. Кого-то он чтоб обмануть, он переоделся в женщину. Короче, был такой миф, я помню. У меня, слушай, омерзительное искусство. У меня сейчас конкретно скажут. Давай. Меня просто всех сказали. Класс. Она пригодилась? Он по колено ударился. Не даёт мне отвлекаться. Как хорошо, что Антон даёт мне отвлекаться от основной сюжетной линии. Давайте посмотрим. Так вот это Геракл, получается, одетый? Да, в бабу. И ещё несколько картин, где он переодет в бабу. Вот. Это Геракл? Да, Геркулес и Амфала. Ебать. Это какой-то... Вы видели, друзья, это Геркулес? Чтоб их понимали. Это какой-то из мифов конкретно, какой, не помню. Держи, Игорь. Всё, я доказал. ДОКАЗАНО! Геракл... Да, естественно, это... Вот эта книга, это абсолютно сто процентов правда. Геракл был трансвеститом. И если уж полгода был трансвеститом... Вы чё? Open mind! Как можно упрекать Петра? Вообще в чём-то. Вот какая отсылочка у нас интеллектуальная сегодня. Ну а зачем усложнять? Уже очень хочется на этого Глеба вживую посмотреть. Мне гениальная мысль пришла, очень смешная, прикинь. Они такие, ну сегодня Пётр не работает, мы едем сами. Угу. Поступил заказ, девушка говорит, что её изменяют. Они приезжают, заходят в ресторан, садятся, и напротив них сидит Пётр в парике блондинки такой. Мне изменяет мой молодой человек. А, то есть, как его зовут? Пётр. А он такой с бородой, да? Он скоро придёт. В смысле? Он уходит и возвращается из парика. А кем он работает? Не, а кем он работает? Он работает водителем на канале Ю. Он работает... Ну короче, он босс в одной организации детективной. Он там самый главный. Самый главный! У него такой большой хер, я поэтому думаю, он не изменяет. Потому что там две мэмры сидят. Съебучие, да. Я думаю, он их ебёт. Ну они хотят, чтобы он их выбыл, но он сопротивляет. Да, но, может быть, они ему не дают. И они сидят, и они такие, блин... Нет, они вообще не понимают. Они такие, блин, бедная женщина, бедная женщина. И они такие, Пётр, нам срочно нужен Пётр. Звонят Петру, у неё начинает звонить. И он такой, надо... Скажите адрес. И она такая говорит адрес, как бы тот же Пётр от своего жреца. И она такой, надо поставить там камеру, чтобы вы смотрели за Диму. Да, и потом Пётр сам за собой начинает следить. Он такой... И он причём такой сильно следит. И говорит им, всё, я дальше сам буду разбираться. Он прям погружен в эту проблему. И он смотрит сам в себя. И он начинает прям серьёзно заниматься этой проблемой. Следить, просматривать записи. Нет, он должен именно всех собирать. А потом ночью он не спит, простите, что я пробиваю, он идёт и играет женщиной. И потом через год его осеняет. Он такой, господи, я следил сам за собой. Блядь. Этот разрыг мозга. Так он получается... Сумасшедший. Как Билли Миллиган. Как Билли Миллиган или как Бойцовский клуб. Круто, слушайте. А может он в Бойцовском клубе состоит? Может быть. Но мои фига не знают. Я думаю, если он состоит в Бойцовском клубе, он всегда перед Драгой говорит. Пацаны, по лицу не бьём, только по телу. Я ношу свитера, скрыть можно в передачу, по лицу не бейте. Да, максимум вот до сюда. По яйцам. Только по ним можете ебить. Да, в принципе. Вот это всё табу. А там другая его личность. Бейте только по ебалу. Он каждое утро тонал. Блядь, да что ж такое? Отлежал. Да, подушка, конечно. Ты видел свою еблон? Там на подушке. Это Пётр, наш технический специалист. Здравствуйте. Он установит камеру. Да, я, пожалуй, наверное, с этой комнаты начну сегодня против. Да, здесь у нас гостиная, там спальня, рабочее место и кухня. Ставим везде? Да. А где унитаз у вас стоит? Унитаз у вас есть? В туалете, правильно? Где же туалет? Блядь. Я начну со всех комнат и всё, всё здесь переставлю. Они слышат шум, приходит, он унитаз вырвал, в водах и лезет в потолок. Я подумал, что ракурс будет выше. Он лежит вырубленный. Какие-то ещё натворил. Он гайки открутил. Зачем? Хотел ракурс подавить. Хотел, да, там. Не подошёл, камера. Забыл маленькую губрошку. Толчок разбился. Они сразу такие, сейчас отменяем всё. Петь такой, продолжаем, продолжаем. Встал, отряхнулся, обратно всё сделал, поставил. Ну, я начинаю. Да, хорошо. Юля, нам надо осмотреть вещи Глеба. Скажите, где они могут находиться? Так, в принципе, они находятся во всех комнатах. Рыцах белья, в суке. И здесь, и в сплане. Тогда давайте я вас на кухне подожду, а вы осматривайте. Хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Ир, ну что, нашла что-нибудь? Я пока только в бухгалтерии. У него же там огромные камеры вот эти, да? Вот, блять, прям вот как на плечо ставить. Она прямо на такой подставке стоит, фокусирует, очень громко поворачивается и все... Мехочек стрелок Ночьюifen Мик哈哈哈 Да-да-да ночью сверлись А там вот такая вот камера Пр recip А потом когда она такая зарядите камеру .Хаша ЗАРЯДИТЕ камеру Для видеозаписи Мало места на флешке Анаш со встроенным микрофоном И динамиком Пётр может дома inspirational Микрофон У-у-у-у-у-у-у-у-а Отдай все свои деньги Для Лёша это я твоя бабушка Ёб твою мать Я сразу Пранки Значит пранки любят,да? ТАКТАКТАКТАКТАКТАКТАКТАКТАКТАКТИКТАКТАКТАКТАКТА Они деньги ищут? Похоже они просто обносят хату Да,они такие,ребята мы ради этого все начинали Мы уже три года занимаемся этой хуйней Да-да Наконец-то нам попалось Та самая квартира богатая. Мы её вынесем и уедем в Мексику. Нужно найти документы на квартиру, переписать её на себя. Этот другой сделает пластическую операцию, чтобы он был похож на того мужика. И он по всем документам всё снимет. Это как друзья Оушена, только как два друга Петра. Два друга Пётр и компания. Просто, блядь. Ну, я думаю, их посадят на всю жизнь, если вдруг вскроется эта хуйня. Они и так-то незаконная хуйня. Прослушка всякие эти. Я на Алиэкспресс. Попробуй, закажи хоть одну ручку или зажигалку с камерой. Всё, тебя сразу хлопнут в отдел вызовут. А ты такой, я не знал. Да. Я думал, ручка просто очень хорошая, поэтому дорогая. Камера, да и ты игрушка прекрасная. Да я просто, да. И тебе такие, ну естественно, показали, как ты работаешь. Так, сажайте его к Петру. Сажайте его на ручку сначала. И Пётр такой, о, ты первый раз здесь. Ничего, я научу тебя провозить из Китая камеру. А вот, знаешь, постоянно его сажают в тюрьму Петра. Ну, у него много хобби разных, и он как бы начальник пресс-хаты. И он там сидит такой, знаешь, как пацан такой. Знаешь, такие, его подсаживают к Петру и Пётр его колет. Он такой, здорово. Пётр такой, фраер. И там начинается такой, а я петух. Ну и что, ничего интересного? Песня, ничего. Давай тогда обсудим с Юлей то, что мы хотели. Да, пойдём. Она опять подгибла. Юль, ну мы ничего не нашли подозрительного. Сколько кепок ебать, ты видел? А, блядь, это... А, это... Это цветок. Я думал, это большая вешалка с кепками. Это цветок, на котором растут кепки. Ну, кинь, чувак каждый раз на кепки одевает. Интересно, почему? Ну, потому что она изменяет. Потому что вы истины. А, блядь, это 47. А, блядь, это 47. Юль, ну мы ничего не нашли подозрительного. В основном документы. Там всё по работе, бухгалтерия. И это хорошая новость. Да. Юль, знаете, мы хотели с вами кое о чём поговорить. Вы, конечно, извините. Это вопрос такого личного характера. Но нам это важно знать, чтобы понимать всю картину, в общем. Спрашивайте. Скажите, как с Глебом у вас... И ты понимаешь, такие серьезные, значит, на сериал тушах? Она такая, лучше два в шоколадной или один в парадной Я всё сделал Как с сексом? А у вас с сексом? Пётр начинает рыдать И покажу Как, 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 блядь Снимает штаны, у него сосуд лопается на яйцах И на глазах Они красные, как у быка И он такой, вы знаете, а вы знаете что? Я, наверное И он берёт просто Одним движением, клетка падает И вот он такой Я снял ещё два года назад И они такие, ёп твою мать И там все эти операторы дополнительные Это же группа Петра И они такие, ловите Петра И Петра всё держит за руки, за ноги Он такой, что, что вы сделаете? А он берёт просто всех вот так ломает Они такие, ёп твою мать А он всё это, он всё это время знал И они такие, нужно запечатать Запечатать, запечатать печать Новую клетку Отправим его в ад А он, знаешь, типа была сломана печать и он и заодно пришёл И поэтому он Демон Этого слабое место В общем, это в принципе И является одной из главных причин Мы же говорили, да, про то, что он этот Бальтазар А, да Он по стенам ходит Он этот раз точно так же сделал Он раз так и просто Он не на табуретку стоит, он подлетает к углу Да, 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 и поэтому уводит, чтобы не пугались Почему я обратилась к вам? Раньше всё было хорошо Потому что Глеб, он мужчина темпераментный В принципе, как бы он У нас присутствует Интимная жизнь Но Уже не такая Я чувствую, что я Как кот у меня дома присутствует Знаешь, вот как бы он есть Ну и нет Иногда сыт Он, да, бывает, ходит куда-то В карантин, вмести его в карантин Потом посмотрим, что с ним делать Верация Про программы Починили компьютер В следующей серии мы реагируем Сука, блять Крек удалили В следующей серии мы реагируем на адоб премьер Шутим над секвенциями На цветокору Да, да А следующий А вы еще Будем в аудиасти компрессию Травим компрессию Издеваемся над ней Да, пробуем сделать это все без ключа Может быть у Глеба какие-то проблемы На работе, в бизнесе Вы не в курсе? Очень часто, когда у мужчины проблемы на работе Он сам того не замечает Строняется от всего мира Мужчины вообще как цветочки В этом плане Да, да Чуть стресс и все И ничего не хочется И ты просто грустишь целыми днями Цветок завел Цветок завел Да, да И ты сидишь весь такой Вот Вот не стоит Ха Да, а тёлки они все такие Знаешь что Это из-за меня, да? Нет, они говорят Не нахуй вообще Я пошла к другому У которого стоит И ты такой Типа А у меня А у меня просмотры упали И ты грустишь целыми днями Если бы у него были проблемы на работе Я бы первая узнала об этом Здесь другой, девочки Я чувствую, что Я ему неинтересна Я Я нежеланная Я это чувствую Петер такой слушай что-то в тебе поменялся не пойму что стало лучше да как-то стало это самое слушай может быть это пойдем а у петра она такая да ты не бойся он вынимает ее у меня так уже четыре года петр подменился зашел свет выключил она вышла такой а потом плата петра да а потом как бы когда уже все закончилось петр выходит аккуратно и ложится он включает свет и такой были слушай как у нас с тобой окажется хорошо она лежит она не понимаю зачем мне зубы выдали мешочек положили в такой бархатный а зубы ли все хорошие прямо до одного конца голливудский блять пока рано делать какие-то выводы скажите пожалуйста а где работает глеб где находится его офис потому что если он проводит большую часть времени на работе нам бы конечно там камеры установить проходной чтобы прийти туда он заранее заказывает мне пропуск по паспорту как с этим понятно автомобиль он водит автомобиль есть 2 на дуру к это ноги и прям поднимается как вот как иисус прям вот так и туда и туда его заносит и он такой типа сидит в очках мужик в очках сидит так и чит пишет у меня тут очков нет я бы выглядел как это как маньяк так хорошо тогда в таком случае давайте вы пришлете нам адрес его работы на армарку машина а мы посмотрим думаю пока камер квартире будет достаточно а если что что-нибудь придумаем пока я думаю обойдемся камерами в квартире ну вот и последняя камера даже в цветок засунул ты видел в горшок даже достаточно будет камер я думаю нет мне никогда не мало нельзя поставить достаточное количество камер можно просто в определенный момент остановиться и пойти обратно в машину но он же не остановится поэтому они его вытаскивают смотрите я камеру установил они уже пишут сигнал мы будем видеть все что происходит в квартире так знаешь вот обтекаемо сигнал пишут они пишут вас как вы живете как вы выходите в туалет как вы пукаете как вы это все миссии пупкаете звук очень хорошо заложен он прям вот как асмр прям вот он там стоят настолько мощные микрофоны что даже слышно как вот кровь по венам и даже слышно инсульт у бабки сверху когда вена лопнула да да все и там такие знаешь эти скачки на звуковой дорожке опа еще одну запускайте коптеры похода там наверху интереснее смотрите камера стоит значит в гостиной одна камера на кухне в коридоре и там где рабочее место в спальне я себя чувствую героиню конечно это не все камеры которые он просто должен сказать основные по договору поставил тысячи все остальные они прям вот как я уже говорил так ну да типа 3d слепок комнаты да 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 может на компе крутить смотреть со всех углов не какой там компьютер у него есть супер технология как в стартреке специальная комната где он заходит и говорит компьютер смоделируй на три секунды перед стоп чуть назад все увеличивается сделать сделать меня микробом и под водок хорошо я поняла спасибо вам большое да и здесь мы закончили мы пойдем юлечка вы в хорошем настроении думаете а вот мне кажется что она всегда чуть-чуть подбуханная исходя из этого воспринимаю все ее движения все вот так сидит она будто очень сдерживается очень как слушать ну все мы заказываем такси и петь это такое такси мы на работе точно точно на самом деле она жука из людей черного который родился у нее Он дышит такой Это же такой был? В первой части, да? Да, да, да Так во сколько он выходит из дома? Блин, а так страшно было Вообще, а когда он морду натянул Так это вообще жесть была У него прям веки вот так вот Я на пленке был и мне в войне страшно было Я еще насекомых не люблю Это просто пиздец А в самом конце, когда он перевоплотился в настоящую жука Так это вообще какая-то жесть была Вы помните, что наши мысли материальные? Ебать, вот это Это, подожди, это с кого? Аааа, это психолог такой Думайте о хорошем, все будет хорошо Мысли материальные Да, чувак Если бы я был человеком, обложенным хоть какой-то властью Я такой, дай-ка свой диплом Диплом свой дай Да, можно я посмотрю на него? И в лицо Это пиздец Ни одного человека ты больше не будешь обслуживать Стакан на половину пола Он бы так охуел вообще такой нести Чушь Он такой, у меня травма, блядь У меня отец бил матри Изнасиловал Бля, блядь Как мне теперь думать о хорошем? Как, ебать? Как? Я целыми днями катаюсь в этой машине Ставлю эти ебаные камеры Да, все очень плохо Почему-то Петру она так не говорит А она проводит с ним какие-то беседы специально? Нет, но я думаю, им нужно больше общаться с Петром Потому что друг на друге зациклены Они лесбушки Феминисты Лесбушки Все понятно Петя выходит, они сразу На ножницы На ножницы, да У них поэтому там кресла такие До свидания А Петя не дают камеру поставить в машине? Да кто, блядь, спрашивает У кого, Петра, спрашивать-то будет? У кого? Он сам себе хозяин, блядь У него там вся огромная камера эта машина А у них глушилки, наверное В карманах У них вибраторы, которые работают как вибраторы Но когда они включаются, они еще и сигналы глушат Поэтому он видит, как они достают И там даже помехи Он такой, блядь, по телеку бьет А он такой Включайся Они сейчас будут ебасы Он просто переворачивает телек Садится такой И знаешь, так вот виски начинает пить Такой, блядь Галстук развязывает Сухи Какая-то странная ситуация Живут в достатке Все у них есть Почему Глеб не хочет детей, я не знаю Слышусь, что вы пить Это очень странно Слушайте, ну может он не хочет Потому что у него уже есть дети от первого брака Ну Ира, это его дети А Юля хочет своих Надо будет в этом разобраться Ну мужик же не конверт по производству детей При подходке его любая Кстати, мужчина как раз конверт Нет Спрометозобов-то много, а клеток мало Все, конверт Конверты кто? Не, подожди-ка Женщина это как ячейка банковская Как вклад Ты можешь вложиться на 9 месяцев И все проиграть И эти 9 месяцев этот вклад ты не можешь трогать Мужчина может оплодотворить женщину Пойти на следующий день Миллиарды раз Оплодотворить еще одну женщину На следующий день оплодотворить еще одну женщину Ну пытаться оплодотворить и при успешном раскладе типа оплодотворить А женщина может забеременеть и все Блять И забеременеть она сможет только через месяцев 10 А мужчина может каждый день свое семя разбрасывать Налево-направо Как Миг Джаггер, кстати, слышал, да? Швырялся семенем? Пять тысяч телок выбрал за всю свою жизнь И все говорят, что Миг Джаггер прилетел с другой планеты оплодотворять земных самок Ну слушай, он очевидно занес в генетический код всего человечества Свои... Роллинг Стоунс Свои Роллинг Стоунс, да Ну он... Молодец Ну вот, девчонки, смотрите И даже если каждый день с женщиной спать Тебя эта мысль заела прям Это нужно 3 года сексом каждый день заниматься с новой женщиной Ну, Миг Джаггер, блять, он не молодой Вот верите, нет? Не верю А мы верим Ха-ха-ха Очень аккуратно I want to believe Ха-ха-ха Хотелось бы верить на меня с другом Хотелось бы тебе поверить на Миг Джаггер Ха-ха-ха Миг Джаггер такой Да я... Постоянно трахаю Пять тысяч телок трахаю Я вообще такой крутой Покупайте альбом Мерч Мерч Пять тысяч телок Ха-ха-ха От Миг Джаггера Ха-ха-ха-ха Это крушище блять В магазине Вес Рэп Да-да-да От Юлька Ха-ха-ха Пять тысяч телок выбыл Ха-ха-ха Нет, и чувак идёт такой реально по Петербургу и всё-таки смотри Ты нормальный Ха-ха-ха Привет Привет Устал? Конечно Может поедем куда-нибудь поужинаем? Ой, слушай, я уже Саша отпустил Может закажешь ещё один? Ну давай Ты что будешь? Ой, Юль, я чё-то не хочу Ну, в ресторане перепустил Ох Музыка такая вот, как будто вот что-то не в порядке Знаешь вот Это в Майнкрафте, когда в подземелье копаешь, такие же звуки периодически появляются Да? Ты не играл в Майнкрафт? Я не играл в Майнкрафт ни разу Поиграй Мне сегодня ребята написали в личку Хорошие игры Подписчики говорят, пойдём Майн проходить Я так думаю Думаю Может согласиться А может Надо уже пора Игра неплохая Всё-то ты уже 28 лет Даже Даша засирала и признала, что я ошибался Мы с ней поиграем На плойке можно с двух джойстиков играть Но можно и с кампа Я понял тебя, не знаю Пока не хочу эту тему трогать Я просто сейчас как раз вот встал просто на рельсы жизни Не хочу сейчас опять, слушай В какую-то хуйню свалиться Не надо Не предлагайте мне, пожалуйста, ничего Никаких игр я сейчас не играю ни во что У меня дома компьютер с шнур отсоединён Бля, тебе закинут на это самый На сервант нахуй Ну не смотри так Встреча была Мы обязательно с тобой туда съездим Место отличное Да как всегда Я уже привыкла Ну ладно Ну вот так посмотришь и не скажешь Что у них большая разница в возрасте Согласен Только вот жалко, что Юля не готовит Глебу А как разница в возрасте должна проявляться? Если они с паспортами вот так встанут Не, ну разница в возрасте По мнению Петра Она будет тогда, когда приходит мужик такой Говорит, ну че мы же приемёмся Она такая Я ещё не сделал, мол, уроки прописью Прописью Блядь Он такой Твою заботу с репетическим штатом Что за буква? Он такой, типа, Пётр Блядь, возраст Конечно, небольшой разница Большая Ну да, в общем-то Небольшая так-то, если подумать Ты знаешь, Петь Что-то подсказывает мне Что не из-за желания Поесть домашней еды Глеб с Юлей Ну, ты у нас психолог Тебе видней Я вот думаю, что она бухает Потому что она вот так делает Блеваться сначала в рот Он мне такой Не думаю Опять такси пытается заказать Петя такой Это гугл карты Ты не закажешь такси? Он такой Как? Почти приехал Она такая А закажем что-нибудь поесть? И смотрит Диабло 3 шматьё Всякое Типо топоры И там ещё что-то листает Он такой Это приложение Близзард Вилки 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 Смотрите, какая шпага Три набора надо На троих Где роллы-то? Не мама звонила? Отец в командировку уехал А у неё что-то давление скачет Может я у неё недельку поживу? Ты не против? Ну давай А если сейчас позвонит маме Да Алё, у вас давление скачет? Он сейчас такой Нет, знаешь я всё-таки проголодался Снимает ей носок Она такая... Да, слушай! Ты не стригла ногти, как я и просила Она такая... Она такая... И Петррю такой... И она берет и ставит большой пакет, она говорит Для тебя все прокладки сохранила И он такой... Класс! Я пойду, заберу ванну Он снимает носок, а там все обмотано пакетом И видно, в пакете уже пот собрался Он такой, ооо, ты специально для меня Подговорил... Фу, что это мерзкое Не смешно, а просто мерзко. Одевает, естественно, противогаз. Туда втыкает шланг и сидит, пока у него не запотеют окна. А потом вот так вот обмекает. А потом удивляется, что он такой пассивный. Да, такой ёбнутый. У него отравление салями какими-нибудь. У него? Так видно по нему. Я говорю, это чувак этот, как это? Секс-машина из заката до рассвета. У него пушка, блять, между... Ну хорошо, моё предложение остаётся в силе на завтра. Да-да, что это у нас такое игривое настроение, а? А я понял, что за игривое настроение. Она просто эксгибиционистка. Она любит, когда... Вот я только хотел сказать, что она же знает прекрасно, что снимают камеры. Да. Почему она ведёт себя ещё более раскрепощенной, чем... Она эксгибиционистка, они вайеристы. Да, я правильно же говорю? Ну, видимо, да. Этот мужик фут-фетишист, Эти две... Лизбуши. Самый нормальный из них это Пётр вообще. Порнопародия можно слышать. Он просто всё понимает. Он просто как бы... Они просто этого не хотят признавать. Они все считают себя нормальными людьми. То есть мы не делаем ничего такого. Это нормально. Один Пётр увидит всю эту хуйню ебанутую. Пётр такой, у нас телевизор в машине. Это... Это не маленький экранчик, это... Телевизор прям. Полноценный 24 дюйма телевизор. Чтобы следить за людьми. Где мы в реальном времени, да, смотрим. Тут... Нет каналов. Тут 100 каналов. Это всё квартиры. Я не забирал. Он... Да. Мы можем переключить здесь хотя бы. На другую квартиру. Там сейчас тоже... Во всех квартирах есть камера. Когда где-то сексом занимаются, нейросеть распределяет, и лампочка начинает мигать. И ты переключаешься на эту квартиру и смотришь. Бля! Я думал, что у него... Что Пётр навазил производство обычных лампочек, которые вкручиваются, и они все с камерами. И все покупают эти лампочки, и у него в каждой квартире находится по камере. И я знаю, что есть такая технология передачи интернета через электричество. В Кее она продавалась. Она просто была в рамках локальной сети. Представляешь... Чипон? Я не помню, как она называется. Я помню точно, что она должна вставляться в розетку, типа, приемник с одной стороны, и приемник, типа, в рамках квартиры точно это есть. Но у Петра есть технология, которая позволяет по электричеству передавать абсолютно все данные, которые только есть. В принципе, лампочка может искать открытые сети и подключаться к ней. А, если она Wi-Fi, например. Но если в лампочке есть симка, она сможет передавать прям, ну типа, через ЛТЕ, видеосигнал. Ты знаешь, Петр приходит каждый раз в мегафон, прямо в главный офис. Ну, знаешь, маски в черной и в очках такой, как человек видит симка. И еще одну. Да, он такой говорит, да никакой еще одну, мне еще 500 тысяч сим-карт. Они такие, будете брать красивые номера? Он такой, да. Слушай, ну это же... Дайте мне красивые. Это же вполне реализуемо, сделать камеру, микрофон, микрофон, запихнуть туда симку, просто у лампочки будет цоколь, ну чуть потолще. И реально эта хуйня будет снимать. Нет, цоколь должен быть тот же самый, иначе не подойдет. Ну я имею в виду, от цоколя то что идет? А, чуть-чуть, да, побольше конструкция, можно сказать, что она просто... Это все туда можно спрятать. Только как вот справиться с засветом камеры? Но здесь уже... Мы же не знаем всех технологий, потому что все технологии, которые мы сейчас имеем, полупроводниковые всякие, это все с космического корабля при падении в розовол. Человечество еще не готово ко всем технологиям, которые предоставили нам инопланетяне, которые мы достали из тарелки волшебной. Я хотел сказать, у Петра есть все технологии, потому что его працид препарировал пернатова, который упал, ебаный в рот, в Мохаве. И теперь у него есть все технологии. Он украл главный чип. Он украл одного пришельца живого. И выкидал как сына. И он живет и идет дома. У него 80 лет. И подрабатывает на телеканале. Да, да, да. И придумывает ему всякие технологии, он такой, сделай мне в лампочке камеру. Он говорит такой, я делаю квантовый ускоритель, я могу в черную дыру вскакнуть. Он такой, мне надо к вам. Смотрите, только лампочка нужна. Как сделать, чтобы не было засвета? Этот инопланетянин такими глазами хлопает. И берет его и рисует на 4 бумаги все схемы. Не знаю, а я вижу, что он очень рад, что Юля уезжает. Ай, ладно, давайте уже завтра тогда посмотрим. А сегодня поедем домой. Машина, наверное, запотела изнутри. Ты там вообще скупорил бы, да? Может, тут так... Там вообще водища. А окна не открывают. Она вообще выглядит так, будто они все по домам разъехались. И она такая сидела. И Петя, ты такой, сегодня как обычно? Она такая... И просто такая... Она просто... Не, она с открытыми глазами спит. А потом на следующий день они садятся. Он едет за блондинкой. Блондинка с ним разговаривает. И она такая в один момент... Что, уже следующий день наступил. Дай мы продолжаем работать. Да, у него... В литургический сон. То есть он как бы просто... Она сама, она так бухать любит, что просто накачивается. У нее нет дома, она живет в машине. Да Петр всех их за это... Загибнатизировал, блядь. У него есть специальное, наверное, лингвистическое программирование. Он умеет им просто... Типа у них есть слово кодовое. Допустим, они... Он запрограммировал, что они говорят Пётра, а они сразу намокают. Это во-первых. Так Петр сразу мокр. Я не могу ничего понять. А второе, это, например, домой. И когда Петр говорит, мы едем домой, они все сразу вот так вот начинают просто это овощами вылить. Как куклы. Да, да, да. И он может это... Он такой, сейчас я возвращаю тебя обратно. Приехали. И они опять... Почему у меня рваные шаны? Есть какие-то проблемы в отношениях. Да, блядь, у меня пролад. А мы стоим как раз возле клиники. Беги быстрее. Только ты держи. Мы уже опаздываем. Да-да-да, держи. И погоди, стой. Вот, купон. Девять, девять. А, десять скидка? У тебя уже десятая скидка должна быть. А десятое посещение? В смысле? Оно бесплатное. Я не помню. И там на него карточка уже заведена. То есть, как бы, когда приезжал... Вот почти через день ездил. Многие могли бы позавидовать их попрошению. Соглашусь с вами. Они мило общаются. Но только давайте посмотрим, не вызвали ли его приподнятое настроение Юлиным скорым отъездом. Ну что, целую неделю будешь без меня отдыхать? Не, Лечка, я особо от тебя и не устал. Ты знаешь, у меня будет чем заняться. Честно скажу. Это мистер Ульф какой-то. Знаешь, который убирает места преступлений. Вот прямо по нему видно галстучек такая рубашка. Детектив такой. Ну, может быть, да, даже детектив работает каким-то. Может, он их самих выслежит. Да, может, он просто любит людей воровать, и мы оставим это открытым, да? Да. Открытая концовка. Что он любит делать? Приеду я тебе номерок. Ноги не подключаются. Будут тебе скучать. Рыжет. Да. Дура, блин. Прям в соседней комнате стоит такой. Пока. Ну, это дура такая. Желое. Съезжает. В соцсетях долго не сиди. Глаза испортят. И он такой берет, срывает листок, одевает на голову, как кепку. Я пошел. Он такой, сука. Он еще так... Че это? Че? Полк новый. А, да. Побъебанный с утра уже. Он просто, бля, круглосуточно. Я книжку читаю. Ой, умница. Мамень, привет. Хорошо. Ир, если что, тебе придется взять этого водителя на себя. У него ибанская машина камеры 3.5. Она не едет нихуя. Да? Ну, вообще. Плохая машина? Ну, она вроде как хорошая, но 3.5 мотор вообще никуда не годится. Ребята, если у вас есть деньги, не покупайте камеры 3.5. Я притворюсь ее подругой, мы с ней куда-то доедем, поставить там камеру. Вопрос, нам это нужно вообще? Нет, я думаю, что нет. Я предполагаю, что камера в квартире, нам точно будет достаточно. Поехали лучше до продуктового. Да, купим там. Или там, ну, А, Б, знаете, красное-белое. А, Петр, зачем вам надо? И у него вот слева, чтобы они не видели, в двери все, что они могут спросить. Он уже как бы выяснил, что... И они такие... Фанто! Фанто так фанто. И такие, о, бедра! А почему фан-то открыто? Ну, не отпито. И цвет другой. Ну, новый вкус. Пахнет... Пахнет лекарствами. Слушай, мне кажется, что вот эти сиденья, в них кто-то сидит точно внутри. Помнишь, я тебе говорю, что есть костюм сидений, когда люди одет? Это друзья-то страны. Они слишком надутые, блядь. Не может быть такого, что там сидеть. Они такие, блядь, прямо... Там, да, чувак. Слушай, я думаю, это не официально, но можно в Даркнете купить такую услугу, чтобы побыть сидушкой. В этой машине. В БКР-уссе, блядь. А, здесь прямо? Да. И ты приезжаешь с утра часов в шесть. Петр такой, вот тут как бы проходите, садитесь. Очень удобно. Тут как бы подставки под руки, чтобы у вас ничего не было. И ты такой, садишься, и тебе вот так вот клещами... Он такой, это для чего? Он такой, ну ты же хотел еще щели, правильно? За что ты заплатил сто тысяч? Он такой, я вообще хотел просто с вами... Он, я не знал, что так... Не, знаешь, там типа подставки, миорелаксанты, чтобы у тебя спину не ломило. Просто чтобы все мышцы расслабились, и ты сидишь реально как кресло, и она весь день на тебе елозит. Одна из них. Нет, там все сложнее. И Петр берет тебя, сам закрывает, сам за... И сам садится. И ты такой, типа, все, а когда... Бжжжж... Что, блядь? И там чувак теперь ездит уже несколько лет. Он периодически, знаешь, там питательные вещества в кровь подает, и все такое. Ничего не нет. Там прямо на улице дырка. Они ездят такие, че мертвичины пахнет последние недели. Петр такой, да, нужно кресло заменить. Да, я сделал химчистку просто. Вот сейчас выветрится, это вот раствор такой. Жутко. Давайте дождемся, пока Юля уедет, и посмотрим, чем будет заниматься наш Глеб. Поехали за ним, расследим, куда он поедет. Началась слежка. Я когда мелкий был, и мама подвозила меня в школу, я представлял, что за нами кто-то едет, и типа следил за тачками. Но они быстро поворачивали, и не получалось пофантазировать. Не, меня батя в школу подвозил, нас играл Радио Рокс. Я представлял всегда клип Зизитопа. Я клип смотрел очень часто. А еще я представлял, что я научусь время останавливать. И это я тоже представлял. И я все время думал, вот вопрос оставался открытым, как люди застывают. Они как статуи, или как мягкие, или как их процессы в организме. Мягкие, конечно. Все дальше идет. Я пришел к тому, что как бы все застывает, но люди, как роботы, ими можно управлять. Можно им командовать. Команду отдавать. Да ты обалдел. Не, это ж слишком. Это удобно. А мне кажется, вот смотрел уже Сабрина маленькая и ведьма? Вот они так вот останавливались, просто так вот пальцы раз, они тормознулись все. Ты можешь, в принципе, позу им придавать определенную. А, то есть как человек застыл просто. Он как застыл, но ты им можешь придавать позу все равно. То есть ты как бы можешь руку поднять. А процессы в организме все намокают. Конечно! А как ты думал? Это моя фантазия, блядь, моя больная. Это фантазия любого пацана от 12, от 9 даже до 14. Ну я уже говорил, да, я в сад пошел позже. Я вообще не переходил. Я два раза был в нулевке зато. Че это такое? Подготовители мне сказали, типа, больно рано, ты не хуевничаешь. Говорят, в нулевку пойдешь, а потом еще раз пойдешь. Я думал, он сейчас пойдет, садится в проходе попрошайничать. Спасибо, ребят. И его коллеги тут такие, ты почему не заработаешь? Не, это и есть его работа. А, он действительно попрошайка. Хуясь, он на камере ездит, попрошайничает? Ну, попрошайничает. Попрошайки пишите в комментариях. Сколько вы зарабатываете? Ну, не будет же он в машине сидеть? У меня одногруппник в Ульяновске еще. Он просто играл в переходе несколько часов. За несколько часов он несколько тысяч зарабатывал. Да быть не может этого. Может. В Ульяновске. А сколько что я зарабатываю? В Ульяновске, да. А поэтому же все говорят, что это все мафия и прочее, что просто так ты не можешь выйти и играть. У тебя там бабки крутятся большие. Да, тебя быстро закроют. Пиздец. А что так жестко-то? Много денег. Это как стримы, но тебя автоматически народ нагоняют на стрим. Жесть какая-то. Слушай, я вот сейчас сижу, даже не знаю, что сказать на этом. Блядь, так много? Очень много. Но, наверное, твой друг ходил какой-то... Обычный совершенно переход. Это даже не Центр Ульяновска был. Не, я хотел сказать, что у нас будет какие-нибудь университеты попрошаек. Ты будешь приходить туда, пять лет отучишься, и тебе будет правильно учить попрошаек. Ты получишь тепло. В этом университете тебе не ставят зачеты просто так. И ты просто так не учишься. Ты приходишь, да. Ну поставьте зачеты. Поставьте пожалуйста. Ну поставьте. Не мужик такой сидит. Профессор прям попрошаечество. И потом ты приходишь с ребенком цыганским таким. Пожалуйста поставьте нам зачет. Он такой старо. Old but gold. Да, да. Ну это как бы зачет. Да. Но это удобно. А отлично это чувак бездок. На картонке, блядь. Где они? Я спрятал. Он такой бляхом ухотых. Холодильники. Я знаю, что они у тебя есть. Автомат до конца. До конца семестра. Он на затылке сейчас подрематывает. Ну а вот он кажется закоплен. Это походу Петя клип хотел снять. А, это начало было. Похоже было, да. Петь, давай быстрей. Теперь самое главное, чтобы он не вернулся, пока Петя ставит метку. Мне кажется, это будет довольно сложно объяснить. Водитель вышел. Ну он прямо мастер своего дела, да? Он прямо вот. Фу. Не понял вроде ничего. Это любовь вышел. Ты че там трешишься? Ты че там трешишься? Ты че там трешишься? Ты че там трешишься? Сука, иди сюда, я тебя запрызгул, блядь. Я бы очень разозлился, если кто-то рядом с ней тачкой сидел. Он даже глаза не моргнул. То есть вы ему сдалили, и вот перец стекает вот так. Он такой еще. Нет, она стекает, капает ему в руку, и он такой. А у него шампунь такой с утра берет с перцовкой. И ему как бы норм. Он точно дьявол, он бальтазар, блядь. Слушайте, он меня просто заметил, как я около бампера нагнулся, и такой посмотрел на меня. Я сказал, что, слушайте, а телефон не видели, я обронил. Он такой, кто чего? Ну, напрягся, типа. Дурак. Я ему в это время мачку камеру заснул. Ой, дурак. Я там все камерами обвешивал. Прям вообще. Мне кажется, Петр бы хотел эту способность останавливать время полностью. Вообще. До сих пор хочет. Он как бы, ну он понимает, что клофелин это тоже средство, но он... Это тоже своеобразная остановка времени. Да, да, да. Не для тебя, для них. Для них. То есть они тоже ничего помнить не будут. Но вот если бы я умел просто двумя пальцами вот так вот время тормозить, это было бы очень здорово. Так что нам не удалось камеры в офисе поставить. Да, это правда. Времени-то он там много проводит. Мало ли. Они могут устроиться с кого-нибудь. Коллегой. Ну если роман с коллегой не вовсе... Один раз они эту блондинку подкладывали под чувака. Да ты чё? Ну не то, что она прям переспала с ним, но что-то она с ним знакомилась. Вот они бы могли тоже устроить кого-то из них. Одинятся. По классике жанра сейчас должны быть. Борода классная у Петра. У меня вот тут вот что-то плохо растет. Но у него очень густо растет. А я смирился, я теперь усы ношу. Усы густо растет. И у тебя и смотри усы тоже очень хорошо растет. Следующая серия бумового густо растет. Очень густо растет. У тебя неделя и все. Да. Вот так вот будет. Что это за реакт вообще? Я не знаю. Мы сейчас вообще все обсудили нахуй. Слушай, петь, ну... Не хуй, ты не понимаешь. Вот, смотрите. А Юля была права. Ммм, какая симпатичная, эффектная девушка. Пятин с этим стволом. Ну, сейчас в квартире никого нету, поэтому будет гораздо проще. Определиться, что он там работает. Зажинаю только... Как Мэдисон, знаешь, просто такой... Случайно выстрелит просто... И там просто чувак... И пол превращается, в который водитель в камере. И Петр такой... Убирай это обратно. Дикий педр, мы все видели. Это что? А это пушка как раз-таки вот из розового. Понял, да? Да, вот, да. Изопланетная хуйня. Но она неправильно использует. Она, конечно... Это побочные эффекты ее, что она усиливает звук. А на самом деле она стреляет из кипеляющего лазера. Просто Петр... А он это знает. А он использует ее по назначению, потому что мы похуй. Он молчал. Дверь хлопнула. Он уже холостяка из себя разыгрывает. Ну да. И причем, что только вчера они вроде с Юлей пробовал в стране. Да. Такой вот он любвеобильный. Ладно, поехали за ними. Мне очень интересно. У него какая-то гравировка на этом самом... Серьезно? Да, да. У него как будто бы на ручке какая-то гравировка. Да. А, ручка такая деревянная. Да. Я думал это именной. Доградной, да. Ультра-сукомбраза какому-нибудь, который... Космические войска России. Украл, да? С осколковым, блядь. Наградили. Камера в машине нам бы сейчас очень помогли. А тебе-то декодируется. Да, подмышку зашли в какую-нибудь ампулу. Не помешало бы? Бизнес, напоминаю. У нас скоро бизнес. Да, мы будем в одном кабинете кодировать, в другом раскодировать. То есть, если вы хотите закодироваться... И раскодироваться. И у вас нет высшего образования, и вы хотите раскодироваться, то мы приглашаем вас на приезд. А там у нас камер предостаточно. Ну, а как думаете, все-таки девушка это с его работой? Вполне возможно. Хотя, с другой стороны, может быть, эта девушка не работает сегодня. Ну, просто наехала на работу, но ведь не видели, заходила она или нет. Ну, ладно, посмотрим, что это за дама и что у нее там за дела. Подъехали в дом. Какие все на вас трюки одни? Как вы думаете, мы ограничимся одним днем съемки? Делайте ставки. Петя, Петя. Верх цинизма. Прямо вот, Петер. А чего он сказал, я не понял. Он говорит, ограничимся ли мы одним днем съемки? Типа сразу попался или что? Ну, как бы да, уже вроде они пошли ебаться, но он прям скрестил пальцы, что, блядь, вот бы еще пару дней. Посмотреть материалы побольше. Когда я смотрел этот самый календарь женский, у нее должен начаться с 1 на 1, с 1 на 1, блядь, мне было еще одинек. Походите в комплекс. Чувствую. Э, заставка такая, да? А вот, что-то мне не так. Вот как будто зомбирует, блядь. Я вот как будто сижу такой, знаешь, вот это все время начинаю. А все джинги, все заставки, они такие, прям заедающие. Да ешь молодежь. Ну вот ты смотришь прямо на Петра посередине, и ты вот как бы всех других, будто у тебя тоннельное зрение сразу начинается. То есть ты зумишься. Да, да, да. Смотрите себя полной хозяйкой. Ребят, вы слышали, он сказал, проходите с любовницей, но вы не разговариваете, это уж точно. А вы дизайнера нанимали, когда обставляли квартиру? Нет, мы купили уже эту квартиру. Я когда разводился с предыдущей женой, оставил ей все, ну, детям и так далее. Вот, и купил уже эту квартиру. Мы здесь ничего не делали, то денег не хватало, то времени, сами понимаете. Я так понимаю, она должна разработать дизайн их квартиры, но почему это не происходит вместе с женой? Почему это в ее отсутствии все происходит? А если сюрприз? Может быть просто Юля доверяет его вкусу? Давайте пойдем. Так, слушай, я что-то не понимаю одного. Вот какое вам дело, блядь. Вот они, они всегда считают, что они думают, блядь, и они умнее других. Понимаешь, что я говорю? Вот они, почему он там, ну это ж надо было делать так. То есть они все про жизнь знают. Ну когда, когда ты можешь следить за человеком, что он делает в своей квартире, ты чувствуешь себя немножко выше, чем он. Ты такой... Козелы жрешь. Вот так делать не надо было. Черт такой, ой, Петр, что она ела? Козелы. А он эксперт, кстати. Козелы. Да по всему, блядь. Он, вот он все, весь биоматериал, он определяет на глаз всегда. Даже через камеру, даже с искажениями всякими. Он может сказать, что, типа, этот человек, пока его определить, что у него, скорее всего, рак, 13-перстной кишки. Ну если так, он скажет тебе вообще-то... Он такой, много сахара едите. Ты че, блядь? Он не настолько... Палочками китайские. Классик. В соус с терьями. И сверху имбирь. Классами. Да. Он говорит, ммм, обожаю. А это все в ресторане происходит. Специально. Я со своим. Пакетом. Я китай сейчас приготовил, ему говорят... Открывает. Будьте добры, еще один чайничек. Сейчас мы разорваем. Заварим. Это все, сука, воняет. На всю... Блядь, это ресторан. А там люди всегда такие... Ммм... Едят этих... Шуки. Молодец. Ну тогда я на правах полноценной хозяйки возьму на себя кофе. Если вы не против. Я надеюсь, у вас только есть. Вы умеете варить кофе. Научите. Легко. О, другой раз. Хорошо. Хотя, с другой стороны, как он объяснит Юле и понравится ли это, то что по-хозяйски дизайнерша варит кофе на их кухне? Ну да, действительно. И вы сбылась сама, смотрите, кофе сварить. Она хочет пойти в доверие к клиенту? Или показать, какая она хозяйственная женщина на кухне? Осваивать территорию. Блин, было бы классно. Если бы она была ужинатая. Просто сейчас всех трех показали. Типа он такой, она варит кофе. И блевать начинает. Они такие, бля, Марина снова перебрала. И Петр такой, этот ковер, который все впитывает, знаешь, как впису, все тряпка, и он потом это все выжимает отдельно, знаешь, там типа. Не, они такие, проливают на пол блевотину и видят, блевотина так всасывается, они такие со звуком таки господи как быстро она всасывается а там петр с трубочкой блять как жестко не у него он собирает биоматериал он приходит домой с колбой а он на улицу нет это приходит у него открывает такой огромный широк 3 литровые банки биоматериал я думаю маленькие пробирки и по детски буквами такими каремами нарисованы каш дата и он прямо ставится с таким звоном на неделю к маме поэтому я буду заниматься хотел заняться ремонтом непосредственно мне жена полностью доверяет в этом вопросе вообще очень здорово конечно когда между супругами есть такое доверие вы знаете у каждого из нас есть свои скелеты шкафу скелеты шкафу говорите у вас борода сначала не синяя но в квартире она точно в первый раз сука блять она прямо уже залезла ему в штаны практически это видно у вас борода случайно не синяя это на это может реагировать только типа вот так ну ладно он берет нож кухонный раз напыряет я и петр такой это убийство вообще прикинь прикинь в одной серии по убийству бы пошло а не страшно интересно хорошо что у нас камера рассасывается еб твою мать и договоров мне их не составляем это очень это молодец ты петр блять мы бы сейчас сидели они не рассасываются они такие ты нам дуры врал и он такой естественно я все записывал у меня трамбайт порно они такие сука и петр даже найдут он такой я все делал я все делал я смотрел у меня здесь дома комната которая у вас производит все квартиры у меня дома сервер я признаюсь сейчас да я вас клаферинил ебался этим а чувак берет такое доставил обратно что он такой он же резиновый они такие петр я пошутил вот так я пошутил это шутка была слушай петру нужно усы отпустить и бороду сбрыть будет прикольно да попробуйте пожалуйста петр мы хотим поглядеть какой-то гарночки заберите у блондинки а вот для первой встречи конечно как-то слишком тепло я вам покажу на нету я успею хотя бы что-то сделать хотя бы план какой-то может быть все-таки вы найдете для меня хоть какой-то маленький видно сразу у тёлки вот лицо такое вот какой-то вот знаешь похотливая как она похожа вот опять всем скажу на кого нас пока из стартрека вот она как будто бы этот а клингонцы вот у нас это не споко другие прямо такие вот они были мерзкие насечки она видно что соблазняет мужика блять и портит нахуй жизнь чем в нарцепи пожалуйста у вас такие глаза что просто невозможно вам отказать давайте я постараюсь сделать поскорее вот мне кажется что вот эти женщины они вот она реально сидит дома у нее есть квартира однушка кот и она вот не знает уже куда деть потому что сколько сколько лет уже 36 все часики пробили блять полночь нахуй там уже знаешь к сороке она уже не про глаза говорит она сидит когда вот вы меня выбьете слушайте вот так у нас просто 5 минут еще поебаться можете просто ну вот муж такой чё оплодотворить вы можете у меня вот кончик вот это конечно хорошо но хотелось бы потомка никакой льститель мне очень приятно на самом деле дрянь дрянь я клиент и заказчика конечно отношения у них очень странные и комплименты про глазами говорит интересного со всеми так общается среди лазаде который сидел это пьяна на как будто ногу так постел на петра и так показалось что прямо на кресло и облакотилась на тут ничего не говорит он хочет дождаться окончания вечера и уже накапать пару копейку филина квартира большая все детали подожди может быть тебя отвезет мой водителям около подъезда ждет мне нет это будет я думаю не совсем да я тебя умоляю о чем ты говоришь я лучше на такси я лучше останусь у тебя и а как работает личный водитель их но видишь типа я так понимаю что вот у него он вообще блять не уезжает никуда ждет вам говорят уж подожди 20 минут ну вот можно типа личного водителя наверное 2 тогда надо чтобы они посменно работали просто куда-то приезжаешь и он такой ну ближайшие 6 часов я сижу в машине и он просто сидит может ему плацать бешеные деньги какие-то а вот сколько личные водители получают я знаю но по-настоящему личные водители которые вот возят тебя везде ждут тебя интересно блять может 1150 нету что за 1150 можно личного охранника нанять водителя можно личному водителю нанять личного водителя реально можно охрану в виде одного человека мы там чуть подороже но они будут на гелике с тобой ездить охранять тебе ну это только в сомали мне кажется может они будут шмалять куда я скажу у них есть табельное оружие но они застрели его он такой расстреляйте теперь вот этот автомобиль в пробке он мне показался не нравится да у него цвет говна блять или пугните его шмалите его знаете куда чтобы у него как описываешь все красочно мне хочется теперь водителю с пистолетом приятно было с тобой познакомиться честно скажем увидимся скоро ну я буду ждать но судя по всему это не к глебу очень даже понравилось все тогда я напишу позвоню хорошо да это очень такой блять таблеточку то выпил зачем она уехала что ж теперь делать и он прокалывает себе хуй чтобы кровь немножко спала и сердце да да чтобы вот немножко напряжения спала он опасно и он кровь куда он ее поймать не может просто во все стороны у нас или прям супер мерзкий супер мерзкий у нас у нас сегодня прям мы решили знаете сделать сразу за все выпуски мы не про самый мерзкий я неделю терпел несколько месяцев до чтобы все вывалил вот чтобы было настолько мерзко чтобы мы больше друг себя не переплюнули это этот выпуск друзья прямо самый мерзкий а он естественно это все ловит он пытается поймать это все ртом потому что он думает что если он выпивает свою кровь она обратно попадает в еды или это всасывается и у него она не так как вам никакого течения короче а это кстати не будет так работать если мне прострелили живот я выпиваю свою кровь и обратно исполняю я понял а если я себе вставлю вену да типа и будет воронка блять из моей раны в которую утекает кровь будет обратно затекать тогда наверное да так это не умру получается есть же аппараты которые для людей у которых проблемы с печенью им кровь из одной вены берут фильтруют и в другую закачивают диалис насколько я помню турчинский умер от этого по-моему ничего себе турчинский умер от контрастного душа что ты понимал контрастный душ почему но потому что сначала включает вот турчинский включил сначала холодную воду потом горячим ударю холодную я также делаю все сердце не удержал кучу спортсмен вот так не обижайся мы шутим смотрите наша никого хоббит так они сейчас еще и за ним но ты что доехала замечательно ну что как мама я дизайнер показал квартиру сказал что в течение нескольких дней план она уже сбросит если будут какие-то изменения ты захочешь раньше приехать ты сообщи я тебя встречу хотя бы но культурным нормальный честный мужик который они опять берут за хвост не того комплиментов он ей вроде не делал только она да ну слушай а в чем же спектакль может эта тёлка уехала целую неделю к ёбарю и у него сидит вот в чем дело это на подставить его хочет конечно хочет ну ладно хорошо давай маме привет целую целую тебя давай пока пока он сам же не сказал что встречается с дизайнером в общем-то я не знаю чем мы подозреваем он сказал что встречается с дизайнером но не сказал что провел своим дизайнером длинный вечер и чё ну чё ты доебалась блять вот надо вот прям вот таких подробностей говорить но все равно что говорить алло да я только что съел столько-то блять количество бутерброда на наелся положу туда два куска я просто друг положу с той стороны скажу нахуй ты мне звонишь сказать я провел целый вечер с дизайнером со стальки то до стальки то и мы с ним пили кофе вообще она делала мне комплимент и было все хорошо мы решили что нужна комната где-то в голубых зеленых да я же сказал тебе еще раз повторяю завтра она опять придет не приезжай блять пока я не закончу с ней я еще не был это симпатичная молодая девушка я не понимаю что он должен был позвонить сказать алё юль у меня тут дизайнер что она такая красивая мы шутки шутки сейчас идёт такие этого нет сценария да этого нет сценарий как петя орет на нас это очень режиссер подойдет и там на что-то охрана побегает эти октаки и он что должно было через окно такой длинный длинный шокер шею такие плед его накрывает агентом кофеюк варим так что ладно петь успокойся действительно ничего сверх естественно не произошло не предложил же он не остаться поэтому я думаю пока юли нам особо рассказывать нечего посмотрим что будет дальше я думаю сегодня мы все поедем он хотел продолжить что-то поедем да он вступился за мужика все они будем за ним следить что скорее всего будет дрочить на ночь так что все поедем подо мной дал он хотел сказать что поедем вас усыпим и выебим поедем поедем и в голове проговорил как за следующей строкой поедем да я ничего не хотел сказать я хотел петя зачем ты начинает надеваешь противогаз он такой не понимаю чем включает печку да и разбивает ампулу на двор там зеленый такой газ петя че бриц а петр действительно не одел он сам он очухивается там фары разбиты все наши там дворники так вот на разбитом стекле он выходит такой снегом вытирает лицо такое блять а эти две не пристегивались они да не просто голову дали сильно прям такие шишки и он такое типа не шишки там как фарфоровая чашка все разговоры тени но у него есть камера знаешь который типа бакта камера короче специальное устройство которое людей реанирует она инопланетная и он их восстанавливает полностью и придает им новый разум что одеть были всегда его с этими его миньоны с луками блять с луками блять селёг что они коты выебал котов по сути Глеб сейчас в офисе мобильная группа вела его прямо дома получается он ночевал дома все с ним в порядке нормальный мужик мобильная группа это безработные друзья которые бегут за машиной по мкаду бежали дают ему не по рации а по стаканчику с очень длинным проводом стаканчик привязывают к этому действительно достаточно приятный мужчина состоявшийся и опять же с юмором молоденьким девушкам так и нравится уверен в себя состоятельный хотя не только молоденьким в общем есть чему поучиться то есть он ей понравился так она это так это бутыльник ищет эти двое не пьют она у нее трубы горят да она прям хочется да я просто одна уже не могу прикинь белка начинается она не пила с утра и все у нее крышняк течет она орет в дверь говорит петя петя у тебя замуровали в двери а до этого за день до этого петр уронил случайно и три пробки блядь бутырата ебаный кружку с чаем и и она это выпила все от чая был холодный и она была залпом это все но на нее не подействовало он куда-то провалился и прошел дальше и прям попал на гипофиз растворяться мозг внутри настало самое плавать очень сильно а петр теперь не знаю что сделать и он сейчас надо в одно место заехать за двумя спицами большими и кстати бывает что этим и мужчины тоже пользуются всех все устраивает молодость можно купить за деньги но правда не свою слушай красиво с красиво сказал да деньги можно купить и честно да и свою тоже нужно да вы поняли принимаем так интересно похоже что это просто жилой дом и здесь много квартир в которых еще не стоит камень а такой ты прям сыщик значит и прямо вот все понял с первого взгляда что это за дом было ли тут здесь мне кажется все таки вот эта теория с лампочками она же более чем да может конечно но это реально сделать 4g модемы они вот такие да они прям маленькие маленькие как флешки я его вполне возможно уместить в цоколь симка там просто стоит изначально надо еще сделать термоизоляцию чтобы при сильном нагреве либо продавать это все уже светодиодные лампочки не нагревают глаз вот мы ребята о чем мы вам рассказываем и пусть стоять да та самая дизайнерша она же говорила недалеко живу вполне возможно не подается от сети это же лампочка она вот эта вкручивается да да не сядет будет передавать до самого конца julius electro company а импортер классов and company и все осталось придумать как камеру напишите в комментариях как сделать чтоб камеру не засвечивала и все и как и вообще спрятать в лампочке чтобы она торчала чуть-чуть но и не было видно друзья у кого у отца есть большое производство лампочка напишите нам у нас если бы силовое предложение росты еще одну линию поставите для нас на заводе до небольшую мы все оплатим когда будет продажа ролик за рубеж выходит из машины видимо он кому-то звонит пётр твой выход привет это хуйня точно стреляет когда-нибудь прикинь ты говоришь такое алё да под... подожди мужик ты охуел а он так близко что можно такой громкости до него докричать а мне我跟你講 hayat такой тип телефон убирает и у него она кроша шеи идиот и с носа и с глаз аж такий пётр ты чё плето а у неё рак мозга pois забудет небезопасо а он берет и направляет к себе брэээll этоvoy кайфу а н д он прям усилен мутирует а у него ж в чем бут смотрел сговорю Нет, а он постоянно усилит, он больше-меньше, рот появляется, пропадает, он синееет, краснеет. Глаза такиены. И Петю каждый раз щелкает в надежде, что появится тот нормальный изначально, который был, но только хуже становится. Это как квантовый скачок сериал. Он такой, типа, и Петр дальше пытается настроить свой член, как был. Но не выходит. Зачем я это сделал? Вчера у него были уши, а сегодня у него уже крылья. Он хочет улететь, а потом у него будет рот, и он будет постоянно говорить все внутри. Он такой, как-то темно, пиздец. И Петя берет тряпку клофелиновую. Сочи я наспалка. И сам вырубается. Он такой, ну ты скотина. И он такой... И он такой... И он потом... И он потом... У него отросли на уретре зубы. И еще я такой... И с нахлоплетку А.СПУСИТЕ МЕНЯ СУКИm И САЭТОВ ЗОЛЯ πουουν И Золяжка когда уходит... Акودом ходят в туалет. Он вот так вот... НЕЕТ он не хочет... Чтобы он такой, почему из начала Петр пытается... И он говорит, Петр, убей меня! Отрежь! Он такой, я не могу, ты мой пенец. Пальни в меня, пальни в меня радиопускай. А он такой, я это делаю каждый вечер. Ты думаешь, мне это хочется? Я на тебя стараюсь. Ты вообще кто? Что ты за вид? Я не знаю. Как далеко мы ушли. Слушай, я ключи забыл. Через сколько ты будешь? Слышите, он говорит, что он забыл ключи. То есть он здесь часто бывает? Хорошо, давай, жду. Давай, давай, я тебя целую. Я такое чувство, что он не с женой разговаривает. Больше похоже на разговор с любовницей. Привет. Смотрите, вообще девочка. Такая молодая. Это точно? Как Юля нам и говорила. Так, слушайте, она не заходит в подъезд. Петя, что ты здесь? Что ты говоришь? Ты сейчас понял, что ты сам сказал? Да, я не знаю. Я не знаю, что ты. Да, я не знаю. Вышли. Упокойся. А я его упокойся. Черт, ты. Все хорошо. Может я надену шляпу, и все, они меня не узнают. Да, да. Надо следить, следить. У Пети крышняк совсем пальцы. Что-то не то с ним в последнее время вы не заметили. И там член такой штанов. А ты вот представляешь, Петр приходит домой и такой, так, что там? Опа, у Антона новое видео. Включает и такой, ммм. И он три часа сидит и такой, хе-хе-хе-хе-хе. Нормально. Мама попросила ключ от гаража забрать, а ты все равно им не пользуешься. Она что, ее туда машину ставит, что ли? Нет. Это дочь, это очевидно. А, ну ладно. Ну точно, Юля же нам говорила, что у него уже есть взрослые дети. Я говорю, ну скажи, было похоже. Еще тут ключ? Ну да, похоже. Ну так, Тань, потому что мы сами-то ждем кого? Ждем молодую девочку, потому что Юля сама это придумала. Нам накрутила. Вот мы ждем молодую любовницу. А ты куда пропал? Мы соскучились. Слушай, ну, дела очень много было, навалилось. Обязательно приеду. Только без Юли, ладно? Хорошо. Нам надо как-то менять тактику. Ну что это такое? В каждой девушке виден любовницу. У всех под одну гребенку. Ну согласись, к нам просто так очень редко обращаются. Ты же сам знаешь. К сожалению. Ладно. Посмотрим, что будет дальше. То есть они все-таки не доверяют этому мужику. То есть что-то в нем не так. Резупция виновности. Но почему-то мне нравится, кажется, как мне это нравится, я хотел сказать. Как они смеют просто придумывать что-то про человека незнакомого им? Да. Гадости. Да, говорите, если они не знают его даже. Как можно? Не знаю. Это отвратительные люди. Таким место, блядь, сначала... В аду. В социальной адаптации, блядь. Александр, пройди сразу сначала, чтобы ты понимал, что... Есть лагеря для жирных и лагерь для антисоциальных. Вот у меня в один, а у тебя в другой. Полтора часа прошло уже. Интересно, долго он еще пробудет там? Водитель он не отпускает. Значит, скоро выйдет. Ну что, день продолжается? Поехали за ним, узнаем, куда он на этот раз. Просто следят за человеком. Блядь, вот, Петр, вот эта машина, я знаю, сколько горючего? Много? Очень много. Вообще безбожно находит американская машина, которую ведрами заливать надо. Я думаю, что это выходит Петру в такую копейку, это пиздец. Поэтому всем и начал заниматься. Да, да. Он поначалу такой, блин, я файлы забыл удалить. О, не надо смотреть, там кто-то писает. Да, да. А потом, ну, у меня кредит сто тысячи, там тысяча в день. Ну, выложено на Даркнет, там ее лица не видно. И он просто разбогател за вечер, он такой, ебать. Золотая жила. И чувак пишет такой, скинь мне видео, где без блюра морды. Даю тысячу долларов. И Петр такой, я не скину. И руки сами набираю. Распутие, да, стоит. Это вот то, как все это появилось, получилось. И теперь Петр подпольный миллиардер, который просто занимается любимым делом. У него уже остров свой ездил. Да, да, он даже, знаешь, ты даже... Он президент маленькой страны, на самом деле. Он даже купил на Луне часть Луны, блядь, чтобы там сделать... Там резиденцию уже строят. Да, да, да. Марсоход уже, этот, луноход ездит, уже это очищает. У него денег больше, чем в ВВП всех странах. Здесь нельзя. Взятых. А покупают только масоны. То есть, как бы... Это самый главный масон, эльмена. Все масоны смотрят видео с писающими людьми, наверное. Все, на чём. У них давно уже всё это, блядь, прослушивается, просматривается со спутников рентгенов. Уже лампочки. Надо разобрать лампочку одну и посмотреть. Ах, слушай. Есть ли там симка или нет? От мегафона там, йоты. Блядь, надо купить эту хуйню, которая улавливает радиоволны. Радио? Я иду в сторону дома. Че? А, ну я просто радио... Я бы купил радиоприемник, блядь. У нас улавливает радиоволны. Блядь. А я просто там радиозелит какой-нибудь слушаю. Че такое? Че-то шуршит. Юмор FM. И там шуршит. Он сам себе начальник, когда захочет приезжает, когда захочет приезжает. Красота? А, вот это уже интересно. Чё одно было? И снова Ника. Мне кажется, она просто дизайнер, ничего более. Что вы к ней прицепились? Да, мы не прицепились. Похоже, это бывшая Петра, мне кажется. Да ладно, что вы? Оправдывает её до чего? Да, на всем комплименты говорит, нормальная девушка. Да, первый раз я что-то вижу такую реакцию Петра на всё происходящее. Обычно он, наоборот, такой... Мужская солидарность, мужик не изменяет, а они его травят, сидят на этих двух креслах. Ну, кстати, может быть, да. Всё-таки... Пётр, как бы, мужик. Мы как раз и выясним. А в тачку у них не получилось поставить? Нет. Как бы сначала. Точно. Водителя он отпустил. Может, он ещё вернётся. Ну, такси никто не отменял. Петя, ты что всё его выгораживаешь, а? Да потому что он нормальный мужик. Нет у неё никакой любовницы. Ай, ну что? Ну что? Много чего хочется показать. Я тоже очень часто приглашаю домой дизайнеров. Пью с ними кофе, пока женщина на работе там... А что такого? Действительно. Часто? Всегда? Да это пиздец! Надо его сейчас сразу, блять, таких захуев в музей или как-то... А ты думаешь как? Изменять неизменять? Я всё-таки... Я склоняюсь к тому, что всё-таки изменяет тёлка, блять. Целую неделю развлекается на поебушках с кем-то. Это вот очень. Потому что она какая-то растрёпанная пришла, глазки бегают, видно по ней сразу, что что-то она скрывает. Молодая, детей ходит. Да, да, да. А мужик говорит сразу, я уже во-первых тебе изменял, блять. У меня есть дочь. Выходи из меня. Я тебе изменял, выходи из меня. Да! И тогда не буду больше. Но только если выйдешь. Тогда не буду. А так буду изменять. То есть думаешь она не вышла и теперь он что? Нет, она вышла-то как раз теперь. Не, ну вот сейчас конечно он её выйдет. Я думаю нет, не всё так просто. А зачем усложнять? Не знаю, посмотрим. Что понравилось? По кухне сейчас говорим. Очень нравятся эти цвета. Как тебе? Ну скажи, что да, скажи, что да. Ну это же потрясающе. Смотрите-ка, они уже окончательно перешли на... Вы знаете, тут невооруженным взглядом видно, что у них какая-то взаимная симпатия что ли? Петь, ну взаимная симпатия не всегда приводит людей в постели. Думаешь, это этот случай? Петь, взаимная симпатия не всегда приводит людей в треткой. Думаешь? Ещё можно по скидке ухватить два пузыря. Я думаю, просто у нас пять минут могут отказать. Знаешь, пробивать был я. Надо поторопиться. Ну а тебе нужно идти, меня туда уже не пускают. Я буянила. Потому что я жук, ёбаный. Музырь хотела вынести бесплатно. Спасибо, что пустили погреться, кстати. А, да. Спасибо большое, спасибо. А как у тебя там 20 часа? Как у тебя выпуска грелось? Кто это вообще такая была? Она сказала, что она психолог, а она села к нам в машину. Ну я и психолог, и философ, знаете. Немножко и тут, и там. Она такая, закуривает сигарету прямо в машине, зови меня как хочешь. Пока мне платят деньги. Мы тебе ничего не платим. Я сама беру. Да, она обворовала. Кошельки пока не ходили, да. Все перепиздила. Все камеры эти, гоупрофи сняла. А знаешь, она вытащила карту на 32 гигабайта, вставила на 8. То есть там вообще, блядь, вообще все, что можно было спиздить, скрыт. Ну все спизжено было, блядь. Салфетки влажные. Салфетки влажные на сухие поменяла. То есть как бы... Дешевле на 5 рублей. Да, да, но тоже выгода. Я большая часть времени свободно провожу на кухню. Ты можешь готовить? Конечно. Боже, мужчина у плиты так сексуально. Ай, кормили. Женщины. Она знает, как и чем можно увлечь мужчину. Да, а вот опрос был, и мужчина у плиты это самое не сексуальное. У меня плиты дома нет. В смысле, готовка мужчины это самая не сексуальная вещь, которую мужчина может делать. Я вообще ничего не умею. Если он ебет еду, то, наверное, это сексуально. Арбуз. Типа в нем можно дырку вырезать. Чё, выебет? И выебут, а арбуз... Ну да, вот все. Ты такой, типа, я приготовил арбуз. Или баклажан прям. Баклажан удобно. То да, он такой... Кривой немного, конечно. Но кому-то даже удобно будет. Формулу. Да ладно. Формулу я тоже обожаю просто. Обожаю. Она прям перейдет. Первая я вижу девушку, которая обожает Формулу. Да ладно, правда что ли? Да конечно. Ты надеешь? Да. Знаешь, как на картах люблю ездить. Ты на картах катаешься? Постоянно. Слушай. А, Формулу 1 она любит, блять. Чё за хуйня? Я такого никак не видел. А я такой, о, Формулу. Знаешь, какую я люблю Формулу? И называет, короче, это решетку или как-то кристаллическую. Это самое. Бутера. Да. Обязательно зарубиться как-нибудь. Всё, круто. Ландрюк. Вау, здорово. И прям коты. И увлечения. В них тоже абсолютно случайно оказались общими. Это испанский стыд за эту женщину, потому что она уж слишком себя ведет вот так. Да ладно, ты любишь дышать, я тоже. Смотри. Смотри. Мои легкие насыщаются кислородом прямо сейчас. Как твои. Вот бы насытил вагину, кто членом. А он так и говорит, да, а я тоже. Учаянная. Может она беременная и срочно ищет мужика, чтобы повесить на его ребенка. А может она дала обед нерукоблудия и теперь ищет любого мужика, который... Может она бывшая монашка. Может быть. Она приехала из, так сказать... Обед безбрачия. Нет, это не в том дело. Вот именно рукобудить нельзя. Она вот, как на двочах раньше было... Но походу. Да, да, да. А потом... Это вредно. Во-первых. Во-вторых, это вообще бессмысленно, блять. Но зато ты какой-то перед собой ставишь цель на месте хотя бы. Плохую, конечно. Плохую, но ты ее добиваешься. Ни разу не смог этого добиться, но я даже не ставил. Не ставил. Тупая цель. Что-то как-то они не особо про дизайн так говорят. Ну, почему, они. Сначала же каталоги посмотрели. Да они уже друг друга знают, класс자, ваши друзья. Посмотри, все рассказали. Лисота. Эй, ты еще не закончила. Я не об эскизи. Я об блузки. У-у-у-у-у. Мерзкий подонок. Мы-мы... Мы-мы-то думали нормально... Ой. Ой, я сейчас такой мерзкий с Саней, такой Знаешь, как она выглядела ещё лучше, если бы ты её сняла и бросила на пол Блядь, он очень мерзкий, он такой, блядь, вот приторный теперь стал Вот почему-то мы к нему хорошо относились, мы думали, хороший мужик Смотри, что он теперь делает Похоть извращает человека вообще все грехи Алчность, чревоугодие Чревовещание Чревовещание Не говорите за куклу А раз важно вообще сказать немножечко Новый грех Я так и обожал это делать Это новая редкция грехов на 2019 год Да ни в коем случае, не говорите Все-таки ебаный, вроде чревовещание сейчас не перегрев Такой, а хотя увещатели теперь потеряли всю работу Ну вы можете продолжать, вы просто попалите в терьмо гореть в воду. Да, кипятится, блядь, чревовещание. В масле. И Сатана такой... За куклу решал. И Сатана такой, чтоооо? Вот мразь. Да, делал такой, вот это не делал. Бес такой, он, он говорил за куклу! Он такой, ты будешь... Ах ты мразь. Я тебя сам буду варить. Я тебя сам как куклу надену. Надевай его. А у него рука шипастая, больнючая, как проволока. Проволока еще обмотанная, наверное. Ужас. Я... И соусом острым болитая. Конечно! Блядь, в аду на самом деле похоже, что весело. Вы придумали только что какую-то новую кайту. Может быть, нас дьявол смотрит? ...что скорее он с ней. Ну, я бы так не сказал. Мне кажется, Сатана его провоцирует. Ладно, Глеб, мне уже пора, уже время такое. Так, быстро. Давай я тебя отвезу на машине. Давай. Мне будет очень приятно. Я сейчас честно подумала, что он ее прям поцелует. Давайте-ка и мы их проводим. Петр, обломал рычаг этот. Драйв. И вот такой. Ну, они с водителем едут, так что в машине не будут сексом заниматься. Я вот не могу понять, водитель... Не, водитель есть. Есть, да? Да. Слушай, они, наверное, к ней поднимутся. Ну, а посмотрим. Я думаю, что нужно запросить детализацию банков Глеба, потому что у нас нет возможности поставить камеры ни в офисе, ни в машине. А, как он умеет право что-то сделать, блядь? Я могу позвонить в любом неделе? Что-то петь от Симы. Слушай, да. И они такие говорят, Петр, у тебя есть такие вообще права, что ты можешь... Товарищ Петр. Товарищ Петр, да. Товарищ Петро. Что происходит? Ну, блин, просто, знаешь, аккуратно. Я сразу гадости придумал. Я тоже, я их много придумал. У вас их всех... Я говорю, с какой начать? С какой начать гадости, чтобы все вот люди посмеялись? Начнем с того, что Петр уже торопится быстрее, ему нужно скорее закончить все это дело. У него дома сидит заклофелинная женщина, которая уже очнулась и которая, возможно, уже пилит веревки об дверной косяк. И, может быть, уже даже звонит в полицию, блядь. А он тут и гуньё занимается. У него стрессовая работа. У него? Да. Он постоянно... У меня несколько квартир, и в каждой по человеку сидит. И он, наверное, забывает про одну из них. Которую он снимает периодически нового, он такой... А это что за ключи? А, блядь! Не кормил полгода. Бежит туда, заходит, там просто высохший какой-то мужик лежит на полу, он такой... Ты чё, блядь, отнес его в ванну ночью поливать? Очень интересно, поднимется он к ней или нет? Нам тоже. Он, наверное, поднимется. Должен, должен. Давайте послушаем, о чём они там говорят. Мне было очень приятно тоже. Надеюсь, да, надеюсь, тебя увидит в ближайшее время. Обязательно. Я позвоню когда-нибудь. А куда она подключена, эта хуйня? Не могу понять никак. К Петиной голове. Он прям её... Слышит всё. Пётр же ведь... Там нет ни микрофона... Ну, то есть как бы это микрофон усиленный очень. Он мог бы так с пальцем сидеть. Да. Петя, запиши. Я всё слышал. А он по губам читать умеет. Я всё... Он не умеет, на самом деле, но он верит, что он умеет. Да. Они сказали, что они хотят... Они знают, что мы здесь сидим. И нам нужно срочно убраться, а то мы вызовет полицию. И мне нужно ехать на квартиру. Спокойной ночи. Пока. Судя по всему, у них намечается роман. Что думаете? Я думаю, что однозначно нужно сообщать Юле. Факта измены пока нет, но к этому всё идёт. Да, тем более, что мы ей обещали. А, алкашка, молчи, алкаш, на себя посмотри. Алкашка, глаза уже заплываешь, видишь, сидишь вот так вот просто. Как монгол, Олег, или как Иришка? Она, может, начнёт такая, знаете, пошли, она начинает танцевать. Как монгол танцует потрясающе. Он просто как будто бы рождён в лобове танца. Я думаю, это белка. Под белкой тебя танцуют. Да, это он его трясёт просто. Это мой муж, он начал грудить какие-то шашни с первым попавшим чужом. Ну, видимо, начал, раз они теперь в этой машине сидят с Петей. Мой первый муж, она сказала? Она говорит, если бы мой муж начал... А, вот она, она понтонулась мужем, понятно. Нет, 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 а у неё есть разница. Я думаю, она лесбуха, она говорит, если бы у меня был муж, А, так-то они с этой, они любят пошалить. Не знаю. Они шальные, да, ужасом. Они перелазят на заднее сиденье, это абсолютная правда, мы ничего не придумываем. Это мы сами, если бы мы сами это не видели, мы... Про Петю ни одной шутки не было пошучено, мы чисто вот просто читали интересные факты о передаче. И там всё это было написано. Если вы зайдёте в кинопоезд... Там фотки клетки есть. Если вы зайдёте... Да, у них есть, кстати, как вот музей Капитал Шоу Пуличедес. Там клетки на вырост разные. И смотрят, да, вот это носил ведущий такого-то шоу. 15-го по 16-го, это 16-го по 17-й. По мере набухания всего... Да, в 18-й там совсем всё плохо стало, и клетка стала очень большой. Поэтому пришлось вот этим скальпелем сделать, как сказать... Поменьше. Ну вот, можете посмотреть, что получилось в следующей банке. Ха-ха-ха, там прям... Дизайнером. Давайте проводим его до дома. Я думаю, сами по домам поедем. А с Юлей тогда завтра встретим. Да, на вас, ну, сейчас он поедет. Бля-а-а... Не доказать теперь факты из мира. Денег не заплатят. Так, с Юлей встречаемся вечером, она попозже должна прислать точное время, поскольку ей будет удобно. Как пришлёт, адрес мне скинь. Конечно. Третьяна, мобильная группа. Глеб вышел у запаса. Куда ты поехал? Сфотч-клебом пока не знаю, куда. Ну, отлично. Следуйте за ним. Может быть, хоть на этот раз на обед? Поедем, посмотрим. Они вообще ничего не едят, похоже, что у них там капельница просто стоит с каким-то растворчиком. Но одна прибухивает точно. Одна, да. Она прямо, знаешь, едем! И из рукава мерзавчика просто... И сидит дальше. А Пётр в зеркало, да, не увидит. Он-то всё видит. Всё видит, да. Он такой, ну, смотри, смотри, блядь. И нажимает кнопку, и протыкает снизу сиденье игла. И водится почти смертельная доза. Спокойно. Девчонки, ну что, кто за ним пойдёт? Меня он в подъезде уже видел. Ну что, я, пожалуйста, с тобой с ним прогуляюсь. Доварька! Да, 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 она такая. Сейчас я быстренько шлюю. И в рюмошную побежала. Привет, Натус. Ой, привет. Совсем классно выглядишь. Что-то он такой любвеобильный, прямо. Знаешь, может, все состоятельные люди вот такие. Ну, да. Привет, Натусик, привет. Я думаю, что здесь не хватает нашего старого, давнего, знакомого, желтомордора, который быстро бы внёс ясность. Да, кто бабочка? Он бы, да, здесь сразу... Начинаешь это самое. Как баба какая-то. Сразу смотри. Будешь что-то заказывать? Не, у меня времени мало. Давай сразу. Слушай, я хочу быть точным и уверенным на 100%, что всё нормально. Ты про этот момент можешь вообще не переживать. Ты знаешь чего? Давай по документам сначала сейчас с тобой пройдёмся. Ты мне подпиши, я просто знаю, что я тебя потом не поймаю. Вот. Ещё вот по этому поводу я хотела, но это потом ты посмотришь. Слушай, а может это его бывшая жена? У меня всё под контролем. Так что просто расслабься, я всё сделаю как нужно. Ну, хорошо, ты меня успокоила. Ну, что это киллер? Женский киллер на женщину? Блин, слушай, походу там с бабками замес идёт сейчас. Какие-то документы переписывает он, походу, всё на неё, что ли, нет? Такое может быть, блядь, чтобы он развёлся со своей этой тёлкой? И загроводствовал все его богатства в виде 29 лет? А он такой, я забираю твои 29 на боковом. И старый ведь сразу. Теперь у меня 70. Когда 70 лет, мне кажется, просто мужчина начинает по-другому развлекаться. Жаримусь равно. Я старый, нет? Им играю, в стену смотрит. Так, смотри, это что, на ушко идёт шурнал? Слушай, какие-то у них там секретики, что они на ушко шепчутся в кафе. Серьёзно? Это не смешно. Я сам офигел, когда узнал тебя. Ну вообще. Ага. Гражданцова читать не надо. О чём они говорят? Да, я не понимаю. Он такой... Пролапс. Сговоря, у него там такая... Я такая, знаешь... Пролапс. Пролапс. Он такой... Чш-чш. И буфетчатся такая, ну и подумаешь, ну и что ты такого. У меня, кажется, я прям сейчас... Ну слушай, хороший выпуск, прям столько интриг. Интрига, блядь, держится вот уже на протяжении... 30-ти минут. Ну это и здесь 30-ти минут, для нас это уже 2 часа. Хе-хе. Но! Я не понимаю, кто кого обманывает сейчас? Все-всех, наверное, обманывают. Да. Даже я, тебя. И я сейчас такой снимаю... Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ты дул, ты дул за... 26 лет, елка, ты с этого момента. А ты оказался желтомородным. Ну я бы все... Заходите, ребята. И заходят Петя. И я такой... Блядь, у меня все эти камеры были такие... И на веревке есть. Все, Родиона, тетки свешиваются. И они все про меня знают. И все, и Антон, мы и это, и то знаем. И ты такой, чем это пахнет? Чем это почему я засыпаю? А я говорю, а что я вообще сделал? Я жил реально почти 30 лет. Правильно, блядь. А у меня по трудовой стаж 10 лет. А они такие, все, настала пора быть плохим, Антон. Теперь ты в нашей банде. И у меня игла сзади протыкает. И ты заходишь, такой, как жоп. Ладно, все, я побежал. Времени мало. Че, блядь, а у нас камера? Хватит, я тебя прошу. С маленькими камерами, понятно? Давай там, аккуратней. Позвоним нам. Я люблю снимать людей, знаете. А что? Не, она не включена. Я просто хожу с ней. А вот я вижу, у вас красная хуйня горит. А это то, что она зарядка. Да вы меня наебываете, эта женщина. Повторите последнюю фразу, не слышно на камере. Вы что-то там говорили, ваши, да, кто вам сейчас приходится? На уху просто ни хера не слышно. А почему Петр с этой хуйтой не пошел сам-то, блядь? А кто знал, что на уху будешь шептать? Потому что он видел Петра. Точно, два раза Петра видеть в одном месте. За день два раза Петра видеть это очень много. Можно что-то заподозрить. Если ты видишь Петра один раз в день, это уже проблема. А если два, то, видимо, скоро ты проснешься не дома. О, ну ладно. Все, давай. Все, пока. Ну не знаю, судя по документам, вроде как деловая встреча. Судя по шептаниям на ушко, не совсем деловая. В общем, непонятно, кто это. Женщина? Да, я на него трошил на стол. Да, на него, сто процентов. Ну что, узнала что-нибудь? Ты знаешь, я как-то не поняла, кто они. Какие-то контракты. Получаются они коллеги. И, может быть, она его бухгалтер или юрист? Знаешь, мы тут предполагали, может, это его бывшая жена даже. Но потом, да, мы посмотрели на документы. Вроде как. Приселая музыка, как из Sims. Музыка, они такие думают, кто она ему? Она ему изменяет? Или она ему сосет просто? Или она просто его помощница? Или, может быть, бухгалтер? А, может быть, он у неё кукол? Кто бы мог знать? И Пётр такой, знаешь, так и диво. А он, знаешь, смотрит на него и такой. Может, он кукол? Он молчит, они говорят, но каждый раз смотрят на одну из других. И каждая версия ему всё больше и больше нравится. И он не может... Он такой. Вот бы он был одним из них. Все бы в одном было, я бы его заклофеллинил бы. Ой, что бы ты с ним взял? Сабрина маленькая ведьма. Любой любимый сериал у Петра. У Петра, да. Можно стирать память, тормозить время. Все... Коты, говорящие, это, конечно, минусы для Петра. Да, они много могут видеть. А он, мне кажется, в самый последний момент узнает. И кот такой, знаешь, вот тела эти вытаскиваются, и кот такой лижется. Да, теперь ничего не умеет. Так, Пётр... Пётр, ты, конечно, делу натворил. Ты, конечно, сумасшедший. Маньячала. И тут же котел галстил. Вскрыли горло и достали... Барсик, я тебя так любил. И достал ему из горла язык. Вот так вот теперь ты ничего не скажешь. И кот такой. Продолжать вылизываться на отголы. Да, не похоже, что у них какие-то личные отношения, но... Что такое? Он ей шептал на ушко. И... Почему? Мы очень надеялись, что ты нам об этом скажешь. Да, мы это тоже заметили и обратили внимание. Слушайте, а во сколько мы с Юлей встречаемся? А, Юля прислала смс через полтора часа. Я тебе уже отправила адрес. Мобильная группа «Ведите объект». Мы на встречу с Юлей. Если будут какие-то новости, то обязательно сообщите. Жень, я сейчас... Я сейчас... Интернад кулыки пересадюсь. Чтобы он круче выглядел. Наращивать же кулыки. Или затащить зубы. Как косметическая процедура. Чтобы он просто такой... С кулыками был всегда. Я думаю, что потом... Знаешь, что сегодня утром пропало. Этот самый... ШПАГ, ёпта. Не можем найти никак Шпака Он сегодня не явился на Заху понаболикам А потом Шпака без клыков находит Шпак такой ПИЗДА! Мне это клыков, я только схва По голове ебнуло Слышал как кто-то отъезжал на тяжёлой машине Шпак ты где леу.. ТЕВУ reasons Зубы вытрили А Шмак такой, да я знаю, пестят, как я теперь буду. И Петя есть такой, все нормально. Всегда так было. А у него, знаешь, настолько длинный, что они этим при закрытом макете даже видны. И такие, типа, Петр, с тобой что-то не то. А я такой, шаримин. Как морж. Добрый вечер. Здравствуйте. Кстати, у меня ускорение было. Это он так едет. Это он так едет. Он такие, Петр, едет. Ты можешь нормально водить, блять. Он 90% пусть и очень медленно, а здесь очень быстро. Да, он прям вот когда остается 20 метров до конца машины, он ускоряется на максимум и резко тормозит, блять. Есть новости, хорошие и не очень. Я была права? Нет, Юля, за все эти несколько дней у Глеба не было никаких любовных встреч. Но вот его общение с дизайнером вызывает у нас серьезные вопросы. Вы же знаете про дизайнера, правда? Да, мы планируем сделать ремонт, но в чем дело, я понимаю. А вот и посмотрите, в чем дело. Красота. И там, знаешь, просто порнуха обычная и лица фотошипов по-плохому прям. Затречили. И в одном положении. Они не двигаются даже. Вот мы нашли доказательства, с вас 50 тысяч рублей за нашу работу. Она такая, может мы его накажем как-то? Там такая, деньги, блять. Покажите деньги, мы не просто так. Знаете сколько Петр сжет бензо? Ты ебнешься, мы уже не окупаемся, блять. А вы, нам 50 тысяч. Мы минусы работаем. Тогда мы продадим это видео, блять. За идею. А они вообще ничего не берут за эти услуги? Они просто нравятся. Они берут, просто им в ноль выходят. А мы за идею работаем. Просто вот хватает на бублики, рогалики всякие, чтобы не сдохнуть там от... Ты че? Ты меня насмешил. А что я такое скажу? Он вообще не вылетел, я не знаю. Мне иногда просто смешно от простых слов. Бублики, рогалики, вся хуйня. Они грызут эту хуйню и ничего не купят. Сухари покупают, просто целый мешок. Знаешь, бабки берут, там килограмм 20. Сухари и бензин, все что у них есть. Нюхал бензин, едят сухари. Изрыдка в мусорке роются, чтобы корки апельсиновые поесть, чтобы цинги не умереть. Вот да, а это, вот знаешь, они как пираты прям. Петя пират 21 век. Закончила? Я не об эскизе. Я об лузке. Ой. Я узнала, что ты оценишь. А мог сказать, я об лузке. Очень красиво, я хочу жене такую подарить. Очень люблю свою жену, я очень понравилась. Это надо было поставить, там, знаешь, переобуться, если была такая... Ага, она такая... Вот как раз такую хотел подарить моей любимой жене, которую я очень сильно люблю. Кстати, вот она. А еще покажи-ка свои сиськи. Может быть мы ей такие сделаем? А пес, ты покажешь. Что-то у нее какие-то между ног брухли. Очко, очко растерянет. Бра, а слушай, очко белое у тебя. А ну-ка ты покажи. Да! Потрогать хочу? Языком. Попробовать. На ска... Ааа! Ааа, как year? Ааа, как year? Ааа, как year. А просто реально, ты говоришь, гом、 щёка, можно я потрогаю? А у тебя так people that some people put down into it? А это, Lawrence? Ладно, такая, конечно, трогайте, Бояну. И щекотно. Ну, да, у меня как-то, я же к шуршавой. Как он по собаке, блядь? Ты дизайнера, так понимаю, да? Да, эту девушку зовут Ника. Да. Конечно, что он встречался с ней, он мне сообщил. А вот то, что ты девка очень симпатичная, а не бил. Алло, я сейчас с очень симпатичной девкой дизайнером, что ты несешь, блядь. Да почему? Как это сообщил? У меня, у меня вообще как бы, ну, я не понимаю, оценивать женщину, зачем? То есть, как бы, пришла просто женщина-дизайнер, какая мне разница, вот, может быть она симпатичная, может быть она несимпатичная, зачем мне это говорить? А если бы она была несимпатичной? Я бы говорил, сейчас я с девушкой несимпатичным дизайнером буду изменить на симпатичной, но без диплома. Да, я думаю, я у вас не буду ничего брать, вы какая-то несимпатичная. Алло. Вот есть красивая, но без диплома, очень тупая. тупая и красивая, очень красивая, она будет нам кухню делать. Блядь, и гофточка у нее такая, я тебе звоню, она такая, мразь. Нашим пристальным наблюдением, поверьте, между ними ничего не было. Конечно, мы тоже заметили, что они довольно откровенно флиртуют друг с другом, но пока это все. Флиртуют? Юль, спокойно. Они общаются, да, может у них общий интерес, у них даже хобби есть общее. Юлечка, ну вот смотрите, вы сами говорите, что вы все время сидите дома, это неправильно, у вас нет хобби, а у вашего мужа... Ебать, она такая, у вас нет хобби. Вообще, блядь. Вы неинтересная, скучная, ему нравится женщина с хобби. Вот вы дизайнер знаете? На картинге, который ездит. Формулу-1 смотрится. Вообще, вот вдумайся в это, встретился с девушкой на свидании и такой сидишь просто, ты любишь Формулу-1? Она такая, очень, блядь, а что ты еще любишь? И люблю и водку пить, и, знаешь, всякие там сардельки жрать, блядь, и пердеть по ночам, все люблю, вот все, что мужики любят. Вот что ты любишь, я все это люблю. Это как-то очень похоже на пиздеж, чтобы втереться в доверии мужиков. Вам обязательно нужно иметь совместные хобби, совместные цели, это сближает. Да какие совместные хобби? У меня уже нет, да совместно, когда я вижу, что мой муж не изменял, и все это время наверняка он мне изменяет. Какие совместные хобби? Ну все, эту дурку издавайте. То есть как бы, Петр, иди сюда. Она такая, это же мастер, это же трудом. Дурка имени Петра. Да, и я зеваю, пока она все это говорит смирительно. Ошейник. И кляп с шариком. У него особая смирительная рубашка. Наручники. Кляп. Можно через нее все делать. Курить. Костюм лошади. И он такой, кем же ты будешь, собачкой или лошадкой? Или может быть хочешь быть стулом? Стулом неудобно быть. И он берет шар, который предсказание, и говорит, что мы спросим это у Шара. Вы сумасшедшие! Он такой, ты будешь стулом. Да, вилкой. Я буду с тебя есть. Я вилка. Я вилочечка. Или ложкой. Как ее? Налью в тебя горячий суп. Да, прям с кастрюли. Ой, горячая. Он такой, суки, что вы делаете? Не двигайся, Розалья. Я рассказал, вилка не разговаривает. И ложечка тоже. И он прям... Очень горячая. Она прям волдыряет. Вилерида. Я вилка. Женщина лор. Ушко, блядь. Дурдой и Питон. Она приехала абсолютно нормально. Ай, там музыка играет постоянно Геннадию Горину на фоне. И постоянно говорят его нарезками с фразами. По мегафонам кушат. Вы хотите кушат? Кушат? Ай, он такая объявление. О сне, о туалете, о еде. Все Геннадий Горин. А может он там работает, знаешь, с диктором? Может быть. Или диджейом. В очках таких узких. Кушать? Сейчас абстрагируется от этой ситуации. Я покажу вам еще одно видео. Он встречается здесь с другой женщиной. Может быть, вы ее знаете? Я все сделаю как можно. Ну хорошо, ты меня успокоила. Ты в порядке вообще, что происходит? Это Наталья. Его юрист. С работы. Ну, мы так и поняли, что встреча по работе. Они обсуждали какой-то контракт. Да, но, к сожалению, нам не удалось услышать весь их разговор. Иногда они говорили очень тихо. И как вы могли заметить... Точно, связанно с деньгами, он куда-то все бабки перекидывает, чтобы с этой дикой... Надо было подбросить ему микро... микрофон. Чтобы он сорвал его в еду, да. Он бы все, что говорил, это прямо очень четко. Слово, блядь. Без шумов, без всего, блядь. У тебя прямо на миндаве микрофон, блядь. Даже твои мысли слышно. Все, блядь, слышно. Они такие типа... Он прямо... Он настолько шепотом вот... Еле-еле-еле вот... А мы все слышно. У тебя в горле микрофон, чувак. Даже был какой-то момент, когда Глеб что-то шептал этой Наталье на ушко. Я не удивлюсь, если он и с ней спит уже. Юль, возьмите с себя в руку. Я с этим человеком процелую. Юля... Юля... Ой, он всех ебет! Он всех ебет! Юля... Это 47-летний пузан. Никого он не ебет! Никого он не ебет! Эй! Эй! Мы нашли пачку Виагры у нас в квартире. Кого он ебет? Руку свою... Все съедет! Терезон! Все съедет! Он съедет, а он все равно не встал. На миллиметр. Юля... Он вчера играл сам с собой в шахматы и использовал вместо фигур Сиалис и Виага. Он все это сажал и даже подращить не смог. Юля... Хочу не ебить! Да-да! Он играет, знаешь, с своими друзьями, алкашами во всякие игры, где они там... Он проигрывается. Да, естественно. И съедает всегда пачку Сиалекса и ничего не помогает. Потому что... И он больше с ними... И они больше с ними не дружат, потому что они все пассивные геи. А он был один с ним активным и теперь он ему не нужен. Поэтому он остался без друзей. Вот это трагедия. А меня не было всего два дня, он уже привел какую-то нику домой. Юлечка, ну ведь с этой никой ему ничего не было. Все их встречи были под нашим наблюдением. Да, они флиртовали, общались. Ну просто, может быть, такое общение. Это не флирт, я его знаю. Я знаю все его комплименты. Я знаю каким-то... Я его знаю. Он сумасшедший. Он от прошлой жены ко мне ушел. Он ко мне улетал и ебался. У него реально это вот... Все, у него... Ты к чему, блядь? У него фундамент наклонился и крылью поехал. Он такой, он меня зарежет. У меня очень левитый. Он меня зарежет. У него на сковора... Он каждую ночь отрезает от меня... Очень тоненький кусочек, что я его не вижу. А он снимает с меня мертвый эпидермис. И я это чувствую. Я не чувствую, как снимать. Я уверен, что он это делает. Да. Он сумасшедший. Он чокнутый. Он чокнутый, блядь. Он спасите меня. Улагите, блядь. Он готов затащить свою кровать. Я знаю этого человека. Я с ним прожила лучшим свои годы жизни. Я теперь... Хорошо, Юль. Мы за ним продолжаем светиться. Сообщите мне, пожалуйста, если это Ника еще раз придет к нам в дом. Я хочу сама лично увидеть все это своими глазами. Я вас очень прошу. Хорошо, Юлечка. Это ваше право. И если Ника еще раз окажется у вас дома, мы сразу дадим вам знать. Пожалуйста, Юль, перестаньте плакать. Подумайте о хорошем. У нас пока никаких доказательств нет. В смысле? Материально? Мне достаточно того, как он общается с этой Никой. Хорошо, давайте договоримся. Вы не думайте об этом до нашего звонка. Договорились? Хорошо, я жду вашего звонка. Мы с вами на связи. Все. Доброго вечера. Ой, какая она мусная, блять. Все, спасибо. Что бы было видно, как будто бы ты его смотришь в окно. То есть как бы... А есть такие? Уже да. 8К телеки? 8К. Не в зоне 51? Нет. Прямо в реальных магазинах. 8К телеки. И там прям как в окно смотришь. Вообще просто вот я смотрю в окно и вижу вот точно так же. А только это телеки. А! Ты вот мне толкан. Класс! Может ты в те четыре телеки? Ты че, блять? Так похоже. Не в гаражке. Нету. И Петя рядом сидит. Нету. Нику опять в квартире Глеба? Глеб, ну посмотри. Ну это же идеально подходит под эту кухню. Слушай, как здорово ты подобрала, да? Мне самой очень-очень нравится. Прямо мне кажется лучше. Мне очень понравится. Да, это потрясающе. Там еще можно сделать, конечно же, теплый пол. Что я рекомендую. Нужно сообщать Юле, мы же ей обещали. Что тут такого? Теплый пол это намек. Да. А мне больше влажные полы нравятся. А мне больше... Ну пока теплый пол, но если над полом кто-то поработает, он станет и влажным. А дроченые полы нравятся? Просто так пол не будет. Нельзя будет походить по полу. Да. Как бы этот пол сделать теплым и влажным? Одновременно не знаешь? Алло. Юль, ну... Да вы, Татьяна. Как мы и ожидали, не капец у вас дома. Я уже выезжаю, скоро буду. Я здесь рядом еду. Хорошо, мы вас ждем. Ёбан-то, я тоже наворачиваю. Так, девчонки, слушайте. Хорошо, что вы сидите. Я сейчас вам кое-что покажу. Что? Смотрите. Присылали мои фотографии с Анапы. Там, может, эта девчонка аферистка. Вот та, которая, да скорее всего, группа мобильная следила за той тёлкой. И я сказал, что она хочет его... Петя разработал новую клетку для себя более удобную. И такой, вот у меня чертежи. Они такие, ой, нет, Петя. Это вообще тебя наказывать не будет. Он такой, ну пожалуйста. Давайте попробуем. Они такие, только если мы уменьшим по краям и сделаем такую выемку островую. Ищите дурака, блять. Давайте сделать закруглённое углубление внутрь. Оно тоже будет давить, но без углов. Он такой, давайте тогда оставим как есть, только добавим два шипа. Они такие, ну только если они будет минимум два... Это уже неплохо, да, минимум два сантиметра. Пётр такой, типа... И третий такой, выпьем, выпьем. Давайте это... Ну и в итоге они на том и порешили. Чокнулись, да, и заказали клетку, типа, у друга Петра, который постоянно им делает. Кузнец. Ну что, теперь вы всё понимаете. Я в шоке, ну это мягко говоря. Сейчас всё кончилось. О, я не ожидала. Ребят, давайте мы пока Юле не будем ничего говорить, просто посмотрим, что будет дальше. Да, согласна с тобой. Так, а вот и наша Юля подходит. Давайте ноутбук уберём. Юля. Юля, здравствуйте. Заходите. Юль. Ну вы видите? Прямо её на лбу, блядь, написано. Ты же видишь, да? Ты видишь? Нет. Я могу прочитать, что написано на лбу у любой тел. Вот и написано блядюга. Она виновата во всей этой серии. Юля, книга у вас на кухне и в общем комментирует. Нечего смотреть сами. Мне очень повезло с таким человеком, как ты. Вот. Ну, я надеюсь на это. Вот. Вот кобель, а. Пять лет мне мозги пудрил. Будет тепло, уютно и получается. Ну и что? Одинокий зимний вечер. Может, одинокий? Ну… Так, всё, я не могу на это смотреть. Юля, подождите. Иногда оно всё не так, как кажется на первый взгляд. Это точно. Юля, я хотел тебе сказать то, что мне очень повезло с тем что… Он сейчас слюни будет пускать по всей кухне, а я здесь буду сидеть? Мне кажется, что то, что я тебя увидел и то, что я тебя встретил… Что там будет? Это не просто так. Нет, правда, ну смейся. Я тоже, я тоже так думала. Это совершенно… Замечательный человек. Котянская, да? Пойдём. Сейчас они начинают ебаться и они такие… А, нет. Мы думали там, типа, он её раскусит, типа… Ну, нет. Он просто её трахнет, не смотрите. Да! Нет, смотрите, как он трахает. Неплохо для срока семьи? Она такая, у него встало, блядь. Это как так? Без все алексов, без всего, блядь. Без жгута? Чё там, Диагра, блядь. А я помню, просто эта реклама постоянно откручивалась, блядь. Типа, это чувак, возьмите с собой эту хуйню какую-то там… А что, а вдруг? Он говорил. Да. Он такой, а что? А вдруг? Как бы… А что? А что, а вдруг, блядь? Что, блядь? Что может случиться, что? Пьяная баба идёт. Да. А что? А вдруг? А вот оно. А вот что, а вот что, блядь. И выебал. И он такой смотрит на эту пачку, на неё и такой… Так они вот о чем говорят. А это несовершеннолетняя внучка прокурора, блядь, которая шла, ебать, искать просто какой-то колпачок от колеса. Да, жалко, что у нас с Иваны нет камер. Так, всё, я не могу уже на это смотреть. Давайте приседуемся. Пойдёмте, мы с вами будем. Я сейчас там её убил и живёт её. Он уже расширил её, да? Они такие заходят. Ну, привет, муженёк. Всё, не ожидал, что я приеду, да? Привет. Застало вас врасплох? Это он, сука, их нанял. Так получается. Или как? Или он знал, что за ними следят. Но если это он их нанял, давай смотреть. Привет, Юлечка. Ожидал как раз, очень даже ожидал. Как это мерзко, а? Скажи мне, ты каждый раз мне изменял, да? Каждый раз мне изменял, когда я уезжала куда-нибудь. Чё ты смеёшься-то? Чё ты улыбаешься? Смешно тебе, да? Смешно тебе? Глеб! Ты зачем мне сейчас этот цирк устроил? Он мне сейчас скрывает куда устроиться. А? Да, конечно. Давай ты осознаешься при свидетелях хотя бы, мы всё видели. Давай, осознавайся. Давай, осознавайся, кто это? Закрой! Я так понимаю, что это вы устроили вот это всё? Глеб, да, мы реалити-измен, и Юля нас попросила ей помочь, потому что начала подозревать вас в неверности. И мы следили за вами. А он такой мудрый, что просёк реально. Он, блядь, чувак, он знаешь, что такое в бизнесе говорит? Меня не смогли поймать, ебать, в 90-е застрелить. Меня убить хотели. Крутой чувак. То, что вы со своими камерами ёбанами здесь ходите, то, что вы видели, как я срублен. Меня это мне напугать. Я поэтому обжирал говно. У нас не было камеры в туалете. Он такой, я всё это зря делал. Хотя, я могу сейчас показать. Я это делал. Вы мне верите? И опять дурка начинается. Верите? 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 Доказательства, что ты вот с этой вот... Какие какие доказательства? Что? У нас есть... Хочешь правды? Давай и правды. А давайте я расскажу правду. Действительно. Давайте послушаем. Может быть я тоже о себе что-то новое узнаю. Вы знаете то, что моя жена наняла специально вот эту девушку Нику для того, чтобы она сточила меня в постель? Что? Ника профессиональная актриса. Правда, Юля меня наняла и обещала заплатить 250 тысяч рублей за то, что они носом возню Глеба. Это правда. Они сговорились, да? Молодцы! Право! Спите вы, а виноваты! Какая сука! Скотина! А ты был прав. То есть мы на 2.30 все поняли? Да. Хахахаха. Вот, вот блядь представляешь? Вот насколько это... Надо быть бедным, я понял, в этой жизни, чтобы тебя действительно любили за то, что ты вот какой есть. Потому что всегда вот это все. В прошлой серии, если вы помните, да? Чувак встречался с девушкой из-за того, что она была богатая. Я ничего не помню из предыдущей серии, кроме того, что Петя спал с тиграми с клеткой. Тиграми, да-да. Это всё, что я помню, на самом деле, не могу даже вспомнить, о чём был сюжет. Ну, короче говоря, если есть слово «богатый», то это уже, будьте не то, что там осторожны в выборе девушки или парня, надо просто с бедности начинать встречаться. Да-да-да, вот тогда будет с вами до конца жизни, это будет самый верный вам человек. Молодцы, ты мне рога наставляешь, ты мне изменяешь, а виновата я, класс! Да, Илья говорила нам, что Глеб не хочет детей. Я не хочу детей, да? Мы пять лет с ней живём, сама говорит о том, что надо пожить для себя. Молодец, 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 так может быть и я актриса, а ты актёр, а? Я знала, что она будет идти в отказну, у меня есть аудиозапись, вы с ней разговариваете? Это правда? Я не могу, я вот так к нему просто в костель забраться, я уже так стараюсь. Это вы говорите? Стараешься? Слушай, я тебе плачу не для того, чтобы ты там романы крутила. Ты же сама мне говорила, что нет такого мужика, который бы тебя не захотел. Так докажи мне это. Слушай, мне кажется, это не очень сложно, я же вижу, какими он тебя глазами смотрит. Какая молодец! Короче, давай уже, ускоряйся, дорогуша. А где Петя? А где Петя? Слушай, я просто даже сейчас имею так вот, он с этой хуйней стоит с пушкой, блядь, из души прям, блядь. И когда кто-то говорит, он вот так делает. Петя, ты на рот прям раздражаешь этой хуйней, Петя убери, Петя, я не могу ничего с собой поделать. Да, она стреляет с ней. Хуйней всякой лазерной. Я пойму, что это скобель без штанов на тебя. Как интересно. Ну все, теперь все понятно становится. Я сейчас вам расскажу. Драко, блядь! Юля, свободен. У нас есть выписка, мы получили только сегодня, что вы общались с Никой за неделю до того, как обратились к нам. И все эти дни тоже. Свою игру. Игра Петра, в которой Петр всегда выходит победителем. Есть вот игра Разумовского, которая идет по делам несовершеннолетних, а это игра Петра. Это пятая колонна, это сильные люди мира всего. Петр, Разумовский, это все. Я тебе говорю, он масон, иллюминат. Если смотрели американскую историю ужасов, там в восьмом сезоне вот как раз про Петра все. Да вы не понимаете. Юля, вы не только мужа своего обманываете, вы еще нас обманули. Вы знаете, какая причина? Нет. У нас заключен брачный договор, по которому в случае моей супружеской измены я должен буду заплатить ей 2 миллиона рублей. Ну это все объясняет. Не великаться на вопрос, Юль. Очень так. Я все равно тебя засажу, милый мой. Да! Увидимся в суде! Увидимся в суде! Милая! Собирай свою маму, чтобы я больше тебя здесь не видел! Ну я не знаю. Мне очень интересно, как это все произошло и как вот... Это правда. У меня есть актерское образование и меня часто превышают на всякие проекты. Решил стать шлюхой. Да, я с актерским образованием. Ну она скорее всего у Акили работает уже. Где? У Акили. Как Golden Doors. Ну вот таким вот образом меня Юля нашла. Она мне позвонила, сказала, что... Говорит, мол, мужика нужно вывести на чистую воду. Ну как позвонила? Ну типа приватный чат открыла. Там токенами сообщения накидала. Точно. Короче, нам! Типа туда-сюда... Мужика! Тогда как будто вот юкнуло что-то, что ли? Я не знала, когда получилось! Мужик такой Все хотят моих денег. Она реально... А-а-а! А-а-а! Я позвонила! Она тоже хочет. Она хочет, чтобы не она получила два лимона, а я. Скотины! Просто, понимаете, это Москва... Им нужно с Петром встречаться. Кому? Мужику ты? Петру деньги не нужны. У него их до хуя. Он такой, знаешь, Пётр, что это? Тебя... Он такой, Пётр смотрит, такой... Такой по деньгам провёл. Ничего не надо, оставь себе. Ахахахахахахахахаха Какие деньги? Хахахахахахахахахахахахахахахаха Что? Я возьму свою плату другим путём. Да, и Пётр начинает там... Раздеваться под ныть. Стаскивает, себя снимает. Don't stop in now! У него прям вот так вот срывается Одним разом всё... Я думаю, он медленно раздевается, попугивается И под какую-нибудь весёлую музыку сделать страшные вещи. Ух отрезает. Пока пляшет, как бешеная фута. Take on me! Take on me! Take me! Он подпевает ещё... А у этого чувака прям шлейф такой... И проглотует... Ух! Слышишь меня? Слышишь меня? И съел у него вот тут такое... И он как в этим, как в псах тоже. А чё, не слышишь? Не слышишь меня? Эй, дурачок! Мне нужны твои деньги! И собаки прибегают доберманы, Петра съедает ухо. Нет, они подбегают, смотрят на Петра боязненный. Когда он говорит, что можно, только тогда они едят. Они прям скалятся, скалятся. Но боятся Петра. Ну он сначала закончит все свои дела, потому что вожак в стае доберманов. У него целая полчаса доберманов. Он как диснеевская принцесса, только у него жуткие животные. Доберманы, тигры. Он начинает петь свою страшную песню и выходит тигры, доберманы, гиены. Медоед. Опоссимы, да. Еноты, подранные из мусорок вылазят. И все подпевают. Это мюзикл такой. Слышишь, фантазия опять несется. Поставил камеры в унитазы. В унитазе. И там подсвечник, канделябур. Камера такая, знаешь, спляшет. Я представляю, как маленький енот отставил камеру за Петра. Помогает ему. На самом деле, ей все то, что произошло, она, наверное, даже к лучшему. Потому что вот, ну, за эти несколько дней, пока я узнал Нику, я... Ну, я вижу, что это мой человек. Понимаете? Я даже не знаю, что сказать. Вы извините меня. Телка, которая всех соблазняла. Насколько она раз соблазняла? 100, 200, 300 раз до этого, до мужика. Каких-то объебосов, которых мы нанимали ее. Она за деньги. Это шлюха практически, нет? Да, она шлюха. Более изыскренная. И мужчина такой же, с бородой такой большой. Сделаю ее матерью своих будущих детей. Да, я уверен, что получится. За то, что мы стали невольными участниками всего этого. Действительно, здесь сложно подобрать слова. Для нас это тоже стало большой неожиданностью. Вы уж простите, мы... Почему она так выглядит на прибуханную? Она стоит за... Да я говорю, это жук, ебарый. Наверное, из-за шарфа все. Потому что он такой... Кучковато ее делать, он такой же. Да нет, там просто Петр на него наступил, и он затянулся потихоньку. И она уже еле-еле в сознании. И Петр все дальше подтягивает его. А мне только нравится. И он с таким звуком натягивается так... И она уже... А он ее просто держит вот так вот на тайле. И он такой... Да, да, мы пойдем. Еще, в душе еще. Камеры, мы за вами следили. Но это часть нашей работы, без этого никак. Ну, я вас засужу, это часть нашего законодательства. Да, нельзя так делать. Уголовно наказуемо. Камера из вашей квартиры. Ну, мы можем дожелать вам счастья. Петр такой, сейчас я заберу камеру. Знаешь, делать вид такой. Знаешь, если бы тебе сказали... Я открылся камеру. Ой, Юрий, ты такой молодец. Вот сейчас мы заберем себе камеру из твоей квартиры. И он забирает все. И он такой, все, я все камеры забрал. И я бы никогда не поверил. Да, конечно, нет. Я бы такой, да, все камеры забрал. Буду вести себя в ближайшие пять лет в этой квартире очень аккуратно. Да, они подсоединили к центральному. Ааа, тогда все. Они будут все время снимать, пока не выйдут из строя. Лет 15 идеального поведения. Проще уж квартиру продать, как кому-нибудь другому. Мы, наверное, пойдем. Спасибо вам. Спасибо. Всего доброго. Да, мы еще раз. Извините нас. Вот так. Сука. А этот умный, блядь, оказался. Ну, какой прикольный стиль. Снимает, а какой пиздец. Как стыдно. Как стыдно. Да какой стыдно, блядь. Этот канал мне начал приносить реал бабки. Он на Бонго Камс начал транслировать эту всю хуету. Я такой, ну придется прийти домой и самому снять, чтобы было что рассылать подписчикам. Извинения. Такие. Да. Вот уж да, в моей практике такой впервые. Самое интересное, что мы на это Юле-то верили. Такое чувство, что сценаристы поменяли. Это было очень интересно по сравнению с предыдущим моим выпуском. Я с тобой согласен. Согласен. Но что могу сказать, что опять же, блядь, вот все в этой жизни упирается в деньги, как бы то ни было. Все мы материалисты, но нужно быть ими в меньшей степени. Все-таки любите друг друга за то, что вы такие, какие есть. И пускай эти денежья и безденежья не будут вам преграды в любви. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Спасибо. У меня на канале Реакт с Антоном немножко разведены. Несколько. Там я отдельный плейлист создал. Он теперь на главных. Потому что много смотрите, смотрите еще больше. Круто. Очень здорово. И мы, кстати, тоже много смотрели. Полмиллиона собрал Реакт. Давайте тут тоже соберем полмиллиона. Спасибо большое. Так что до встречи. А скоро увидимся.